Сегодня лекция KVL Storges and Conflict Resolution и разрешение конфликт в распределенных системах. Некоторые вводные. В принципе, такой дисклаймер. Соответственно, все, что вы слышите, будете использовать. Это все на ваш страх и риск. В любом случае, вся информация пропущена через призму автора и может не соответствовать действительности. Но это такая шутка. На самом деле, так всегда. Просто иногда говорят, иногда не говорят. Я надеюсь, будет весело. Окей, план. Поскольку мы говорим о распределенных системах, то это обычно NoSQL. KVL это как частный случай NoSQL, поэтому немножко говорим о KVL-хранилищах. Это вроде бы одна из, по-моему, ваших проектов, которые вы должны делать. Ну, здесь, не знаю, возможно, что-то будет полезное для проекта. Следующее это CEP-теорема. Возможно, тоже о ней слышали, но расскажу поподробнее о заблуждениях, которые есть. Ну, в общем, вам будет полезно в будущем, когда вы будете сталкиваться с этим определением. Оно часто как в рекламных материалах. В общем, много где используется. И понимать все, что это значит. Далее, модели согласованности данных. Немножко посмотрим для распределенных систем. Разрешение конфликтов. Основная наша часть. Вот. Happens before. Operation transformation и conflict-free replication data types. Окей, поехали. NoSQL. NoSQL это, в принципе, иногда расшифровывается как not-only SQL и противопоставляет себя классическим базам данных, то есть реализационным базам данных. В принципе, появление это в основном начало 2000 года новой SQL. Вот. Связано с ростом нагрузок, в принципе, с ростом интернета, социальных сетей, всего. В общем-то, с проникновением широкополосного доступа в интернет. Вот. Что за... Ну, ACID вы, наверное, знаете. Ну, повторю. Это требования к классическим SQL. Вот. Это atomicity. Это означает, что никакая транзакция не может быть выполнена частично, да. То есть она либо выполнена, либо совершился rollback. Consistency – это значит, что система переходит из одного консистентного состояния в другое. Консистентность здесь подразумевается, что доступного. Имеется в виду, что выполнены констрейнты на индексы, на ограничения. Вот в таком плане. Изолированность. Изолированность означает то, что транзакции, классические реализационные базы данных оперируют транзакциями, что транзакции, как набор операций, они не должны влиять друг на друга. Вот. Это, на самом деле, очень дорогое требование. И внутри него есть уровни изоляции транзакций, которые все равно уменьшают степень ответственности, да. Что вам видно там? Read Commit, Read In Commit, Сырлазбу. Вот. В таком виде. Durability. Здесь подразумевается, что это дуговечность, но это значит, что если у вас транзакция выполнилась, запрос выполнился, то изменения уже зафиксированы, они могут быть откачаны. Ну, конечно, у вас может быть, например, сгорел диск или еще что-то, и тогда вы потеряете это изменение. Но это уже, как бы, ограничение другого плана. Вот. И с 2000 года примерно вводится новый подход. Это Base, Basic Availability, Soft State и Eventual Consistency. Почему? Потому что достаточно трудно для распределенных систем выполнять ACED требования. И они достаточно дорогие. Они, конечно, очень классные в плане гарантии и прочего, но зачастую это просто дорого. В распределенной системе часто и невозможно. Вот. И новый подход. Basic Availability. Это первая базовая доступность. Это означает, что если у вас в кластере из скольких-то нод есть хотя бы сколько-то живых нод, то они должны отвечать, обрабатывать запросы. Там есть разделение. Это может быть кворумный, может быть, например, хотя бы одна нода из большого кластера. Это уже детали. State Soft. Это означает неустойчивость, состояние, что, в принципе, запросы к вашей системе в один момент времени, например, могут выдавать разные значения. То есть с этим как бы... Eventual Consistency. Это означает, что система консистентна, но в конечном счете. То есть примерно так же, как SoftState. Это, в общем-то, две связанные вещи. Но система придет в конечное согласованное состояние через какое-то время после того, как перестанут на нее поступать апдейты. Ну, в данный момент один запрос может быть вернуть одно значение, другой запрос – другое значение. Вот. Это все даже уже по определению. Такие требования, ну, с ними очень тяжело жить, да, то есть они практически ничего не гарантируют. Ну, то есть очень мало что гарантируют. И, конечно, удобно проектировать, ничего не гарантируя, ну, и разрабатывать. Но вот потом эксплуатировать уже вопрос. И ключевая особенность развития новой SQL – это, первое, необходимость высокой производительности, что классические реляционные базы данных уже не могли позволить. Это масштабированность, желательно линейная. Линейная масштабированность значит, что вы ставите у вас один сервер, вы ставите второй сервер, у вас производительность увеличивается в два раза. Но это идеальный случай, как бы редко бывает. И следующее – это специализация под задачу. Новые SQL – огромное множество. Они, в принципе, проектировали зачастую каждой командой под свою задачу. И эту задачу именно они выполняют хорошо. Ну, вот можно классифицировать это как KVL. Это вот Amazon Dynamo – одна из первых. Там, Fidemore, Tredis, Tarantul. Это просто сохранилище, ну, которое мы чуть попозже рассмотрим. Это ключ значения. Вот, Column Family – первый представитель – это BigTable. Cassandra, Habase. Тоже чуть-чуть подробнее расскажу. Ну, вот. И документы ориентированные – это когда у вас в качестве значения содержится просто не как неразмеченный документ. Это, например, может быть JSON. Причем по каким-то его частям можно строить индекс, выполнять мерч-запросы, джойн-запросы. Вот. И графовые. Ну, это популярные. Графовые хранилища, где вы можете выполнять операции поиска, да, эффективно. Ну, и так далее. То есть их может быть достаточно большое количество. Конечно, внизу вот есть ссылка на такой ресурс, где, в принципе, есть описание достаточно большого количества новых SQL-хранилищ, и можно посмотреть, ну, вообще, какие бывают. Да, еще такое маленькое отступление. У меня будут ссылки под слайдами. В некоторых случаях это ссылка, потому что графика была заимствована, но графику рисовать достаточно тяжело. Некоторые я сейчас рисовал сам. Вот. А в некоторых случаях просто, чтобы обратить внимание, чтобы могли, ну, последствия, если будете пересматривать, зайти и посмотреть уже какую-то информацию. Вот. Кейвэлли-хранилище. Это самые простые хранилища новой SQL-а, обеспечивают классические четыре операции. Ну, круто. Вот это create, remove, update, ой, да, create, remove, update и delete. Ну, вернее, create, update, delete. Вот. Иногда обеспечивается еще итерация, чтобы можно было обойти все значения. Ну, то есть, например, даже чтобы хотя бы посчитать, сколько у вас всего из записи. Зачастую, как бы, в некоторых хранилищах это не самая тривиальная операция, и где-то нужно дополнительно хранить эту информацию, да, потому что у вас есть доступ по ключу, но вы не знаете, сколько вообще там данных. Вот. Если посмотреть на картинку, то здесь видно, что, в принципе, существует какой-то primary key, это обычно ключ, и какое-то значение. Вот. Ключ может быть составным, как в данном случае, вот, партиционирован по какому-то product ID, да, и дальше уже конкретная предметная область, там, book ID или еще что-то. Вот. Партиционирование обычно используется для того, чтобы можно было по ключу сохранять значение на какие-то конкретные реплики, да. То есть вот при этом значение, оно может быть произвольным, то есть вот само value. Ну, в данном случае тут разные примеры есть. Это, в общем, зависит от вас. Обычно в классических KVL это просто массив байт, дальше вы пишете сериализатор, десериализатор, и спокойно можете хранить все, что угодно. Определять там версию или тип, и уже по нему понимать, что у вас все-таки там хранится. Вот. Классифицировать можно условно, в общем-то, на in-memory. Вот основные представители Redis, MMCash, Taranto. Ну, это in-memory, это означает, что объем данных, которые могут сохранить данные KVL-стораджа, он ограничен памятью. То есть, ну, это понятно для чего сделано, это для максимальной производительности. То есть, у них нет дискового стораджа, обычно используются лог и снапшоты для того, чтобы, если вы перестартуете приложение, да, но вы не потеряли все данные, как в обычном кэше, то есть это такой более персистентный кэш, а вы могли зачитать опять и спокойненько перезапуститься там и работать, да. Но, опять же, если произошел какой-то сбой с машиной, то у вас есть commit-лог, есть снапшот, последний commit-лог накатывается на снапшот, вы поднимаетесь. Вот. Но при этом размер данных, он ограничен все равно объемом памяти. Вот. Embedded – это простые варианты, типа Berkeley, BelevelDB. Это фактически библиотеки, вы можете использовать в ваших приложениях и как-то с ними работать. То есть там простой интерфейс, ну, примерно, используете какой-то класс, указываете там имя файла, и вот, в общем-то, и все. И наиболее сложные – это распределенные, соответственно, уже кластера, состоящие из множества нод. Ну, вот основной – Вальдемор, Триак, Кассандра. Ну, это основной класс. В основном они имеют смысл в распределенных системах. Кап-теорема. А кто-нибудь слышал про кап-теорему? Окей, я не человек в конце. Хорошо. CEP-теорема или теорема Брюера, она была опубликована в 2000 году, имеет строгое математическое доказательство, но с ней огромное количество непонимания, в общем-то, всякие баталии ведутся, что какую систему как можно классифицировать. Формулируется очень просто, что у вас есть три опции, назовем их, availability, consistency, partition, tolerance. И система распределенная может поддерживать только две из них. В данном случае согласованность, consistency означает то, что в любой момент времени запросы к вашей распределенной системе возвращают непротиворечивое консистентное состояние. То есть результат запросов будет идентичный для различных клиентов, к различным частям кластера. Это может быть много машин-кластер, вы делаете запросы, получается всегда одинаковый результат. Это очень здорово. Доступность. Доступность здесь подразумевается, что если у вас в кластере есть хотя бы одна рабочая машина, то она должна обязательно выполнять запрос. То есть либо она отвечает fail, но в целом она должна дать какой-то ответ. То есть выполнять запросы записи и чтения. И partition tolerance – это устойчивость к разделению сети в классическом понимании. Но мы потом посмотрим, что на самом деле проблемы гораздо шире и ошибок в распределенной системе гораздо больше, чем рассматривается в каптеореме. Что это означает? Означает, что у вас часть кластера, например, у вас пять машин в кластере, они могут не видеть другую часть. То есть разделение произойдет. Две машины могут общаться между собой, а три не могут. Вот фактически классическое разделение. И вот это свойство говорит, что если ваша система его выполняет, то значит она должна переживать такое разделение и продолжать работать. То есть, соответственно, обрабатывать ваши запросы. И, в общем-то, все нормально. Классификация. В большинстве ресурсов найдете примерно такую классификацию, но на самом деле она такая абсолютно условная. Потом рассмотрим, почему. Вот свойства CA, ну, как бы, consistent availability – это вообще не про распределенную систему. Это можно поддерживать только для локальных реляционных баз данных. Почему? Потому что у вас есть одна нода, ну, и фактически она может обеспечивать вам… То есть она не может… То есть partition tolerance вообще не про нее, да? Она может вам обеспечивать консистентные данные, ну, как реляционный баз данных, и доступность, то есть отвечать на запросы. Вот. CP – это бигтейбл, гугловые Монго, Хабейса классифицируются обычно. АП – это Динамо, Кассандра. Вот. Но эта грань, она такая, очень размытая, и зачастую конфигурация систем, они могут проявлять больше то одни свойства, то другие. Поэтому всегда, когда говорят о такой классификации, она очень спорна. Вот. Рассмотрим дальше. Окей. Вот. И все обычно ссылаются на то, что, ну, вот, же Кап-теорема, она имеет строгое математическое доказательство. И, соответственно, вот то, что мы классифицируем нашу систему, разработанную или какую-то, то вот она строго удовлетворяет заявленным требованиям. Вот. Это не так. Так, блин, много жарких споров, и как-то не удавалось классифицировать однозначно конкретные реальные системы то одним видом, то другим. И пришли к тому, что появилась новая теорема на основе уже пост-CEP-теоремы, в котором, в принципе, уже было понятно, что Partition Tolerance — это непрераспределенная система, ну, вернее, CA — это непрераспределенная система, поэтому убрали. И стали рассматривать AP-свойства, то есть Available Partition Tolerance и CP, то есть Consistent Partition Tolerance. Но при этом появилось понимание, что, в принципе, если система функционирует без разделения, то есть обычно в нормальном состоянии, то нужно еще и рассматривать склонность системы либо к консистентности, либо к тому, что она будет выдерживать определенные latency. Это вот ELSA, EAC — это ELSA, значит, да, то есть либо она склонна больше в сторону консистентности, либо к тому, что у вас запрос будет... Все-таки есть какие-то гарантии, но на время запроса. Потому что, в принципе, у вас система с точки зрения CP-теоремы может быть доступна, но время отклика бесконечно. И вот является ли с практической точки зрения эта доступность? Ну, наверное, нет. Очень сложно представить, да, если вам система фактически говорит, что она доступна, то есть должна всегда отвечать, но время отклика бесконечно. То есть формально, с точки зрения теоремы, она да, но на практике это как бы нет. Вот. Но даже вот усложнение различных таких пост-EP-теорем, оно не позволило... Не позволяет точно зачастую реальные системы классифицировать. И вот почему. Потому что, в принципе, теорема сама сформулирована в довольно жестких ограничениях. И обычно, когда читатели, пользователи подразумевают под разными свойствами, и те свойства, которые подразумевал автор, они немножко разные. Первое – это строгая модель. То есть вообще нет ничего о транзакциях. Это всего лишь один регистр. То есть поддерживает чтение и запись. Виды отказов. Когда мы говорим про отказ, рассматриваясь только сетевой отказ. То есть это разделение Steam. Partition Tolerance. Но на самом деле отказов огромное множество. И самое сложное в разработке распределенных стен, да, наверное, не только, это как раз-таки уметь качественно обрабатывать отказы. Потому что обычно в ситуации, когда у вас все хорошо, то в целом все и работает. Вот проблемы и все сложные корнер-кейсы начинают в случае отказов. Отказы бывают совершенно разнообразные. Ну, тут, к примеру, это отказы к железу. То есть это различные баги. Это, не знаю, человеческий фактор, неправильные конфигурации противоречивые. Не знаю, системный администратор может что-то сделать. Вот. И, опять же, в понятие теоремы не входит время. Ну, то, что я говорил, что всем может быть бесконечно долго отвечать. Окей, следующее. Consistency. Consistency в капте теоремы подразумевает ли ренизуемость? Это, на самом деле, очень сильный принцип согласованности. И не только к распределенным системам, а, в принципе, к распределенным процессам и взаимодействиям. Ну, даже, как частный случай, многопоточное программирование. Вот. Лениризуемость означает то, что процессы, которые идут параллельно, что их выполнение можно представить в виде какой-то определенной последовательности. вот если очень формально, то можно сказать, что если у вас событие B начинается после того, как закончилось событие A, то событие B, да, оно должно видеть результат A, ну, либо более новый. И вот здесь пример того, как, например, лениризуемость нарушается, да, и, соответственно, consistency. Ну, это пример из статьи Мартина Клепова. Вот. Кстати, отличная книга у него, Design Data Intensive Applications. Наверное, вам ее рекламировали, не знаю, рассказывали, что, и, в общем, ну, и даже эта картинка, картинка везет оттуда, поставлена ссылка. Вот. В чем суть примера, почему она доказывает, вот, это пример, когда нет лениризуемости. Например, здесь, правда, идет про спортивное соревнование, финал чемпионата мира. И вот фиксируется рефери, что матч завершился, данные попадают на лидера. Ну, представляем, что здесь системы лидер-фолловер, здесь вот с двумя репликами попадают на лидера. Дальше реплицируется на фолловер-1 и фолловер-2. Но при этом есть два болельщика, Элис и Боб, которые сидят в одной комнате. Вот. И с мобильного телефона делают запрос узнать результат матча. Вот. При этом Элис попадает на ту реплику, где уже есть данные, то есть изменение, что матч закончился. И говорит Бобу о том, что матч закончился, вот такой-то счет. Но Боб, так вот случилось, что его запрос, он попадает на реплику, в которой еще изменения не зафиксировались, и он не видит этих изменений. Но поскольку они коммуницируют между собой, то уже стало известно, что матч должен, то, что счет должен замениться. И вот это и есть пример нарушения линеризуемости. Вот. Как вы думаете, обращение... Ну, это распределенная система. Окей, понятно, здесь все сложно, задержки, там отказы, все что угодно может быть. Вот как вы думаете, например, в рамках вашего ноутбука, там, не знаю, обращения к памяти, они вообще линеризованы? Наверное, да, за счет того, что очень быстро все операции. Ну, вот, очень быстро это ровным счетом не гарантия ничего, потому что, ну, очень быстро, может, сегодня быстро, а завтра, может, там, как-то что-то случилось, и вот уже не быстро. То есть это понятие очень быстро, оно как бы, да, для пользователя, конечно, хорошо, что у нас, там, не знаю, интерактивность большая, но в нем нет гарантии. Ну, то есть, как бы, быстро это не подходит. А вот рассмотрите, вы же наверняка, у вас были курсы по, ну, в любом случае, вы, наверное, писали многопоточные приложения. Ну, я надеюсь, наверное, вот, и зачем-то же вы использовали, не знаю, синхронизации, там, не знаю, если говорить о Java, то, там, volatile переменные, вот, фактически даже на локальной машине по умолчанию обращение к памяти, оно не линеризовано. И для того, чтобы получить линеризуемое исполнение программы, вы используете примитивую синхронизацию, там, мютики, семафоры, все что угодно, ну, либо, там, более низкоуровневые вещи, типа volatile. И в конечном счете все это приводит к тому, что это являются мемори-барьеры, да, которые выставляются уже процессором для того, чтобы вашу программу выстроить какой-то, представить ее выполнение. Она, конечно, выполняется параллельно, но представить ее выполнение в каком-то линейном порядке. Вот, то есть даже локально, на самом деле, не линеризовано. Далее. Вообще, строго говоря, многие системы, если вот следует классификация CIP-теоремы, они, на самом деле, просто P-система, да, то есть partition tolerance. Ну, вот пример, допустим, у нас есть master-slave репликация, ну, большинство революционных баз данных, примерно, в таком режиме работают. И при этом клиент теряет, ну, то есть запись на master-slave всегда осуществляется на мастере, а чтение может осуществляться как с мастера, так и со слейва. Ну, тут правая картинка. Вот. И представим, что у нас потеряна связь между мастером и клиентом. В этом случае клиент не может писать, но может читать, да, то есть формально это уже отсутствие доступности с точки зрения CIP-теоремы. Вот. Ну, хорошо, ладно, допустим, она не ПА, может быть, она ПЦ-система. Окей, мы представим себе, что так же, как в большинстве реальных систем, репликация у нас асинхронная. Что это значит? Что когда вы сделали запись на мастера, то ответ вам приходит сразу, и только параллельно идет асинхронно отсылка данных на slave. Ну, это сделано, опять же, из-за производительности. Просто если это будет асинхронно, то это будет достаточно медленно. Ну, вот в этом случае может быть так, что ваш клиент или разные клиенты могут делать запросы и получать, в зависимости от того, куда они сделали запрос на slave или на мастер, они могут получать, соответственно, противоречивые данные. Ну, формально получается, что система и неконсистентна с точки зрения CIP-теоремы. Вот, то есть большинство систем, в принципе, P. Окей. Движемся дальше. Ну, надеюсь, с этим стало понятно. Просто специально хотел про это рассказать, потому что очень часто при описании стен многие используют подобную классификацию, и зачастую не очень сами понимают вообще, что она значит. И вот в посте Мартина Клепана действительно очень хорошо все рассказано. Ну, в общем, я вам пытался это все в каком-то виде пересказать. Так. Дальше. Дальше это модели консистентности. Модели консистентных данных. Вообще, формально, модели консистентности, то есть согласованности на данных, их достаточно большое количество. Вот есть проект Jepson, внизу ссылочка. Можно посмотреть. Там прямо целое дерево этих моделей с описанием. Вот. Где применимо, где неприменимо. Например, те же уровни изоляции транзакций, да, это, не знаю, read-commit, read-and-commit и так далее. Это все тоже, на самом деле, модели консистентности. И когда что-то разрабатывается, например, распределенная система, то формулируются эти правила, да. То, что система гарантирует и будет обеспечивать. И под это уже идет озаботка. Поэтому достаточно много. Мы возьмем только определенный срез, который нам интересен. Вот. Strong consistency. Что после завершения обновления любой последующий доступ к данным вернет обновленное значение. И в каждый момент времени все клиенты наблюдают непротиворечивое состояние системы. Вот. А она бывает как strict consistency. Ну, их достаточно много. Это вот основные. S3 consistency, в принципе, недостижимая модель. Почему? Потому что она подразумевает, что после того, как у вас произошел запись какой-то регистр, то все остальные процессы мгновенно наблюдают это изменение. Это, в принципе, противоречит физическим законам то, что у вас сигнал имеет все равно какое-то время на распространение. То есть это такая модель, ну, самая строгая. Просто для того, чтобы понимать верхнюю границу. Sequential consistency. Sequential consistency подразумевает, что если у вас есть какой-то регистр, то записи в данный регистр всеми остальными процессами наблюдаются не мгновенно, как strict consistency, но при этом они наблюдаются именно в том порядке, в котором эти изменения были сделаны. То есть изменения не могут поменяться местами. То есть это очень важно, да, переопределиться. Вот, causal consistency. Еще более мягкая модель. Она говорит о том, что, опять так же, как sequential consistency, то, что у вас не мгновенно распространяются изменения, но при этом не все события видятся другими процессами, которые смотрят на этот регистр, а какие-то процессы меняют этот регистр. Процессы в данном случае это абстракция, потому что все это было сформулировано тогда, когда только зарождалось еще, в принципе, распределенные системы, да, и это все считалось распределенным вычислением. Процессы, зачастую они все в рамках процессов сформулированы. Вот, и что causal consistency говорит? То, что наблюдаться в определенном порядке будут только связанные изменения. Так называемый порядок happen before, мы потом еще рассмотрим. А все остальные, которые не связаны, два события не связаны между собой, они могут наблюдаться другими процессами, не в том порядке, в котором они реально происходили. Вот. Вообще, тут все непросто с этим моделем консистенции, но реально, если вам интересно, то проект Jepson можете посмотреть. И, в принципе, данный проект еще интересен тем, что там проводится исследование различных распределенных систем хранения и поиск проблем, то есть тому, что они не отвечают заявленным требованием. То есть там рассматриваются Кассандра, React и так далее, и так далее. Множество систем. Вот. И очень даже, по-моему, создан какой-то фреймворк, который красочно показывает, вот тут нарушения какие-то есть. И, в принципе, данному ресурсу, в общем-то, доверяют. Вот. Ладно. Это отступление. Вик-консистенции. Система не гарантирует, что последующие обращения к данным вернут обновленные значения. Но это значит, что клиенты могут наблюдать противоречивое состояние. То есть примерно как у слияния изуемостью, которая нарушена с Бобом и Элис, что они делают запросы, но при этом получают разные ответы. Вот. Тоже бывают разные подвиды. Вот Eventual Consistency и Strong Eventual Consistency наиболее интересные для нас. Eventual Consistency гарантирует, что в отсутствии изменения данных в конечном итоге, через какое-то время после того, как вы перестаете писать на ваши реплики, да, ну и вообще производить какие-то изменения записи над распределенной системой, что она в конечном итоге, и все ее реплики придут в какое-то согласованное состояние. Вот. При этом вопрос времени, он как бы не ставится, когда они придут. Вот. Strong Eventual Consistency. Это, в принципе, то же самое, что Eventual Consistency, но есть дополнительные ограничения. Если реплики получили изменения, весь набор изменений, то здесь дается гарантия на то, что они сразу же приходят в согласованное эквивалентное состояние. Окей. Дальше мы просто это будем использовать, поэтому как бы заранее о том рассказал. Конфликты. Я пытался найти пострашнее картинку, я не смог ничего найти. Вот. Кроме вот такой какой-то геораспределенной базы данных, видимо. Конфликт следствия конкурентного изменения состояния системы. Зачем вообще, почему вообще происходят конфликты, почему нам нужно конкурентно изменять состояние системы, то есть конкурентно производить записи, чтение? Ну, первое, самое основное, это производительность, да, то есть борьба за перформанс. Вот. И следующее, это доступность, да, если у вас где-нибудь в Европе не работает дата-центр, то как бы в Америке или там, как здесь, например, в Японии, все-таки хочется, чтобы все работало. Вот. Поэтому вам приходится производить конкурентные записи и, ну, чтение, соответственно. Вот. Дальше. Дальше, дальше. Что можно делать с конфликтами? Первое, это пытаться избегать конфликта. Ну, это вот различные техники синхронизации. Мы не будем рассматривать вот этот раздел «избегать конфликта», потому что, в принципе, у вас уже были на этой лекции, то есть это вот пример репликации мастер-слейв, да, когда у вас фактически распределенная система, но она, все изменения, например, делаются только на мастере, да. В этом случае, в принципе, все конфликты, они локализованы в рамках одной реплики, да, там, где гораздо легче их разрешить. Ну, например, поставить просто какую-то блокировку, по какому-то ключу у вас идет изменение, и все. То есть это достаточно просто. Дальше это поиск консенсуса, это консенсус алгоритмы, различные, например, выбора того же лидера, который уже будет распространять изменения, либо поиск какого-то согласованного решения между нодами в распределенной системе. Дистрибьютор-лог тоже сюда же относится, когда вы можете сказать, что сейчас я работаю с этой записью, ну, и, соответственно, уже производить изменения в каком-то порядке на разных нодах. Вот. Дальше что можно? Эту часть мы не рассматриваем в рамках лекции. Дальше что у нас есть, это отказ от конкурирующих изменений, стратегия last, right, wins. Следующее это делегирование, то есть это ручное разрешение конфликтов, ну, например, я не знаю, гид СВНа, определение частичного, и определение частичного разрешения конфликтов, то есть определение happens before и логические часы. Это когда вы можете понимать, что у вас есть конкурирующие события, конкурирующие изменения, и с ними нужно что-то сделать. Вот. И автоматическое разрешение конфликтов, когда вам не нужно писать никакие мерж-функции вручную, да, а когда за вас система, в данном случае это Operation Transformation и конфликт Free Replication Data Types, они автоматически разрешают конфликты. да, ну, вот поподробнее про все это рассмотрим. Отказ от конкурирующих изменений, стратегия last, right, wins. Ну, очень легко рассмотреть, ну, и удобно на примере. Кстати, вот подобную, подобную стратегию поддерживает Кассандра в рамках разрешения конфликтов на записи в колонки, да, это колоночная база данных, когда у вас есть ключ, и значением является набор колоночек. Там еще и суперколонки, это уже мапа внутри, да, и вот запись в конкретную колонку, если оно происходит конкурентно, то то значение, которое будет сохранено, оно определяется вот по этой стратегии. Вот, ну, рассмотрим, как это работает. Ну, допустим, у нас есть три ноды в кластере, и есть там два клиента. И есть временные интервалы, вот они обозначены такими кружками, и там время, время, оно тут здесь абсолютно абстрактно, просто считаем, что, ну, для удобства, вот там все, весь отчет в небольших таких миллисекундах. Представим себе, что клиент один хочет сохранить, записать значение переменной х, поставить значение переменной х в единичку, ну, он делает запрос на первую ноду, и вот в момент времени в 100-103 миллисекунды, да, фиксируется это изменение, и клиент один получает ответ окей, да, что все хорошо. Дальше рассылаются на реплики изменения, то, что значение х должно быть равно единичке, но на репликах, вот в частности на третьей ноде время немножко отличается, да, то есть вообще очень сложно добиться с высокой точностью разрешения времени одинакового на распределенной системе, то есть те часы, которые вы можете, там, как current time millis, да, взять системное время на разных нодах, оно, в принципе, может отличаться. Там есть, конечно, службы для синхронизации времени, но это все не гарантия в строгом виде, да, и время может отличаться на какие-то небольшие значения, вот, это в лучшем случае, может быть совсем все плохо. И в этом случае у вас еще есть клиент 2. Клиент 2 говорит, что, а, я хочу инкрементировать значение х, ну, то есть он отправляет операцию инкремента, вот, но его время, оно немножко отстает, в итоге получается, что в 101 миллисекунду он делает это, инкрементирует значение х, и в итоге фиксируется время 101 миллисекунда и значение х2. Дальше обратно рассылаются изменения, которые были сделаны на третьей ноде, и получается, что поскольку время различается на стратегии last right wins, да, мы считаем, что последняя записавшая относительно времени, но поскольку часы имеют рассинхронизацию, то получаем потерянные изменения, что изменения от клиента 2, то есть инкремент, он не будет виден, то есть изменения останутся на третьей ноде, но на ноде 1 и 2 их не будет, вот, вот такая стратегия. Да, и в Кассандре, там ссылка внизу есть, в принципе, есть целая статья по поводу, почему они так делают, почему им можно так делать, вот, ну, это связано с более сложной моделью данных, не с тем, что у вас ключ значения, а с тем, что там еще есть колонки, и вы можете независимо изменять значения уже внутри колонок, и таким образом избегать конкурирующих изменений в рамках колонок. Следующее, это ручное разрешение конфликтов, ну, самый простой вариант, но, в общем-то, как его использовать, помимо, вот, наверное, примера с ГИТом, да, с вершин-контрол системами, в общем, не очень понятно, ну, здесь все просто, у вас есть клиент 1, клиент 2, которые работают с одним и том же участком кода, его модифицируют, клиент 1 коммитит, пушит на GitHub, допустим, вот, клиент 2 тоже коммитит, после чего делает фетч, и понимает, что его код, он конфликтует, то есть произошло изменение одних и тех же строк данных, вот, и нужно сделать мерж, он делает мерж, ну, дальше пушит обратно, вот, все просто. Дальше. Время, вот, мы уже время и глобальное время и распределенные системы, здесь все непросто, потому что вот в распределенной системе отсутствуют глобальные часы, которым могут быть, к которым различные процессы, ноды могут иметь доступ и получать одно и то же согласованное значение, да, одинаковое. Вот. Хотя есть некоторые проекты, такие вот, как Google Spanner, возможно, у вас будет лекция, они пытаются, пытаются иметь очень маленькое расхождение, определенную гарантию, такую зону, серую зону, в которой они не понимают, что было, но она очень узкая, вот, то есть там устанавливают в дата-центрах атомные часы, там все, в общем, такие разные штуки делают, вот. И здесь представлен конус событий, то есть прошлого и будущего. В данном случае вот это диаграмма, здесь каждая линия – это процессы по один, по два, по три, и слева направо это течение времени, вот. Ну и рассматриваются события, вот, например, пересечение события Е2, да, и для событий Е2 конус времени вот ограничен прошлого, да, он ограничен вот такой жирной линией. Это означает, что на это событие могли повлиять, понятное дело, те события, которые происходят на самом процессе, потому что это его события, да, и также события, которые происходят на параллельных процессах, но с определенной задержкой, то есть вот мы видим, что все, что не попадает в конус прошлого и будущего, оно не может повлиять на события Е2, да, вот. И также события Е2 само не может повлиять ни на что, что не попадает вот в этот конус будущего. Ну, вроде бы очевидно, да. Вообще, это частный случай, частный случай светового конуса в координатах Менковского, то есть, в принципе, это пространство и время, то есть, если с теорией относительности идти, то есть, это просто ее срез, вот это оно и есть на самом деле. Вот, ну, если интересно, можете посмотреть. То есть, там строятся различные искривления, и это как раз есть искривление пространственного времени. Окей, то есть, какой-нибудь делаем вывод? Вывод, что глобальное время, воспределенное системе, мы не можем получить. То есть, соответственно, вот время, которое монотонное, одинаковое для всех нот, оно недостижимо. Отношения Happens Before. Что это такое? Вообще, оно введено Лесли Лэмпортом, возможно, вы даже знаете известные алгоритмы данного автора. Я уверен, что знаете. Да, мы сейчас, мы сейчас по ним и пойдем. Мне казалось, что у вас было до этого лекции с достижением консенсуса, вот, и вот алгоритм Paxos, был же, да, алгоритм Paxos, это тоже, тоже относится к Лесли Лэмпорту. Вообще, очень заслуженный дядь, как раз, мы коснулись, я могу сказать, он сейчас работает на Microsoft, куча премий у него, Dextra, Тьюринга, и, в общем-то, это один из пионеров в распределенных вычислениях, просто в то время, вот видите, какой год, 78-й год, тогда еще, в принципе, говорили о распределенных процессах, да, как частный случай, сейчас это, подразумеваем, уже многопоточное программирование, частный случай, распределенные хранилища, тогда этого не было, поэтому формулировки, они идут в рамках процесса, вот, и все эти теории, они еще и с того времени, когда у вас был один процессор, потоков не было, это были просто конкретные процессы, то есть это однопоточное такое, да, однопроцессное выполнение, и в то время, когда казалось, что 512 килобайт хватит всем, вот, все это оттуда. Окей, ладно, такое отступление. Happens before, да, им же введено sequential consistency, то, что мы раньше говорили, то есть тоже понятие, и дальше будем рассматривать векторные часы, и там стемп, это тоже все это у автора. Вот, отношение happens before, это отношение частичного порядка, то есть позволяет отслеживать причинно-следственную связь между событиями. Говорится, что событие А предшествовало событию Б, то обозначается такой стрелочкой, да, что событие А предшествовало событию Б. Если у вас имеет место выполнение на одном процессе, вот, возвращаясь к этому конусу прошлого и будущего, мы видели, что конус пересекается для события Е на том процессе, на котором выполняется, да, это означает, что на своем процессе, ну, вы видите все события, которые происходят. И в случае, если событие А отправляет сообщение, если событие А с одного процесса отправляется к другому процессу, да, то они связаны. Ну, понятно, вы не можете принять событие, если оно не произошло, то есть здесь понятное соотношение happens before, то есть если вы получили какой-то месседж, то этот месседж, видимо, вам отправили, но по-другому быть не может. Ну, вот, в целом, достаточно простая формулировка. Вот, но следующее свойство, то есть это транзитивность, да, если А предшествовало Б, А, Б, С, то А, С классической школы, антирефлексивность, это означает, что никакое событие не может предшествовать самому себе. Ну, тоже довольно понятно, но математическое строгое такое определение. Асимметричность, если у вас события happens before относительно Б, то Б уже не может быть happens before относительно события А. Вот, если у вас нету связи, произошло до, между событиями А и Б, то они считаются конкурирующими. Окей, здесь мы забрались. Ну, посмотрим на диаграмме. В общем-то, дальше в лекции будет множество таких диаграмм. Здесь уже подобные были, у нас есть процессы П1, П2, П3. Есть события, которые происходят, Е1. Нижний индекс означает процесс, на котором произошло это событие. И порядковый номер, ну, это просто сиквенс этих процессов, которые происходят. Ну, вот здесь видно, что если рассмотреть процесс 1, то у вас происходит какое-то событие Е1. Дальше происходит событие Е2, уже в виде отправки сообщения, процессу П2, ну, и так далее. То есть, в общем, понятно. Вот, давайте посмотрим, какие же здесь можно получить отношения happens before. Какие вообще события на данной диаграмме являются, имеют отношение happens before, а какие являются конкурирующими. Окей, вот. Ну, во-первых, из определения, что процесс order, ну, то есть те события, которые в рамках одного процесса, они уже имеют отношение happens before. Поэтому я их здесь не стал никак обозначать. Вот. Но при этом отношение happens before обозначено вот такой вот синей линией за счет того, что у нас есть отправка сообщений. Мы понимаем, что если один процесс получил сообщение от другого процесса, то, соответственно, они связаны отношением happens before. И можно построить вот такой путь, например, из Е1, события Е1 на первом процессе, да, до вот последнего, там, события второго на третьем процессе. И они являются happens before, потому что можно построить вот такую цепочку связи, да, что эти события произошли до. Вот. Но при этом есть красным обозначенные конкурирующие события, по которым мы не можем сказать, у них нет отношения happens before. То есть мы не знаем вообще о них ничего. Потому что, во-первых, нету процесса ордера, да, они происходят на разных процессах. И, во-вторых, они никак не связаны от отправки сообщений, то есть они не знают о... у них нет связи, хоть, на сбифу. Вот. Это понятно, да? То, что дальше будет на основе этого все. Дальше. С этим ясно, да? Вроде достаточно очевидные моменты. Окей. Круто. Движемся дальше. Вот. Но мы посмотрели на то, как это выглядит на диаграмме. Но как же в распределенной системе отслеживать события, которые являются happens before, да? То есть и вот механизм определения хронологии причинно-следственной связи – это как раз есть логические часы. Вот. Они позволяют обнаруживать конкурирующие события и обнаруживать события, которые связаны отношением happens before. То есть это все неспроста. Дальше вы увидите, зачем, как это связано сейчас с реальным миром. Вот. Первое – это Lampard Timestamps. Это отображение событий в какое-то время. Ну, в данном случае время – это просто какой-то timestamp, это не глобальное время. Это можно считать какое-то, просто какое-то значение, да? Ну, пример, типа Counter, который вы можете сказать, что какой… что можете их сравнить на больше и меньше. Вот. И, соответственно, если событие A произошло happens before событие B, то, соответственно, часы Lampard для события A должны быть строго меньше, чем для события B. Но при этом не гарантируется обратное, что очень важно. То есть если вы видите, что у вас Lampard Timestamp для события A меньше, чем для события B, из этого абсолютно не следует, что у них есть отношение happens before. Очень важное такое замечание. Вот. И если, соответственно, у вас еще Lampard для события A больше либо R&B, то это однозначно говорит о том, что у событий нет связи happens before. Как они строятся, алгоритм? Это… счетчик увеличивается перед каждым внутренним событием. То есть если на каком-то процессе происходит событие, то счетчик Lampard просто инкрементируется. Классически это какая-то константа, но обычно используется один, да? При отправке сообщения счетчик всегда прикрепляется к сообщению. То есть чтобы отследить причинно-следственную связь, вы должны вместе с вашими данными отправлять всегда значение счетчика. Вот. И при получении другим процессом события, да, который вам прислал другой процесс, высчитывается максимум из локального счетчика и счетчика из сообщения, и прибавляется единица. Вот. Как это выглядит на диаграмме? Это абсолютно то же самое взаимодействие, но уже с учетом таймстемпов. Вот. Первое событие, если рассмотреть процесс 1, всегда начинается с нулевого, всех одинаковое состояние, да, у процесса по 1, по 2, по 3, значение счетчика 0. Как только происходит какое-то событие, то счетчик инкрементируется. Вот, например, Е1-1, допустим, будет таймстемп единичка. Дальше происходит событие Е2, отправка сообщения, то есть накручивается счетчик, происходит, таймстемп становится 2, сообщение отправляется на процессу P2. Вот. Но до этого уже процессу P2 приходило другое сообщение, поэтому его счетчик равен 2. Ну, получается, приходится 2 счетчика с одинаковым значением 2, высчитывается максимум, там максимум это 2, получается, и прибавляется единица. Вот мы видим, что для события Е2-2, да, таймстемп равен 3. Ну, и так далее. Таким образом маркируются все события. Вот. И мы можем посмотреть отношения happens before. мы видим, что можно выстроить цепочку, и она действительно не противоречит. То есть вот события Е1-1, Е2-2, Е2-3, Е3-2, у них у всех значение таймстемпа, оно строго возрастает. То есть правило, что если событие happens before, а мы знаем, что это happens before, потому что мы видим процесс, все события, которые происходят в системе, да, на самом деле в реальности вы же этого не видите. То есть это вы, когда смотрите на вот такую диаграмму взаимодействия, вы можете сказать, ну, тут все понятно, вот они и происходят. Но чтобы выявить эти взаимодействия, как раз-таки вот используются логические часы. Вот. Но при этом, если рассмотреть события Е1-1, Е3-1 и Е1-2, которые были обозначены красными линиями, да, на предыдущих диаграммах, то здесь мы видим, что, например, между событиями Е1-1 и Е3-1 таймстемп равен единицу, да, это соответствует тому, что у них нет отношения happens before. Окей. Но если посмотреть на события Е3-1 и Е1-2, то мы видим, что таймстемп первого события на процессе 3, он равен единичку, а на первом, второго события, он равен двум. То есть у вас сохраняется порядок, то есть у вас часы, они строго больше. Но мы знаем, потому что до этого рассмотрели эту диаграмму, что эти события на самом деле являются конкурирующими. И вот это как раз-таки важный момент того, что не выполняется обратное условие. то есть зная, что у вас часы Лампорта для одного события больше, чем для другого, вы из-за этого еще не можете сказать, что события произвели happens before. То есть довольно сложно использовать в таком виде. Только есть обратная гарантия, когда вы знаете, что события happens before, то значение часов тоже больше. Окей. Это довольно трудно использовать в реальной системе. Поэтому идем дальше. На основании Лампорта имстемп были разработаны векторные часы. Вот тоже довольно давно уже. Что такое вектор-клок? Вектор-клок отображает события векторные часы для системы из N-процессов. В данном случае мы всегда рассматривали пример трех процессов. Соответственно, у вас будет вектор со значением 3. То есть получается, что у нас для каждого процесса есть собственные часы. Примерно собственный темп-стемп, как для Лампорта темп-стемпа. В данном случае событие А является happens before событие УБ. В том случае, если у вас все компоненты вектора, представим, что вектор стоит из трех значений, допустим, 1, 1, 1. Вот все значения. И есть другой вектор, у которого значение 1, 1, 2. В этом случае вы четко можете сказать, что один вектор является больше, чем другой, потому что две компоненты равны, ну а третья компонента строго больше. Вот. Здесь поддерживается важное требование, важные свойства, из которого не было в Лампорта темп-стемп. То, что у вас обратная ситуация тоже верна. Если вы видите, что один вектор-клок больше другого, то вы точно знаете, что события являются happens before. Вот этого не поддерживалось в Лампорта темп-стемп. Ну и, соответственно, если вектора несравнимы, то события являются параллельными. Вот. Как же сработает алгоритм вектор-клок? Начальное состояние всех процессов нулевое, да. И так же, как и для Лампорта темп-стемп, в случае, когда происходит какое-то внутреннее событие на определенном процессе, то его компоненты инкрементируются. Потом рассмотрим диаграмму, будет более понятно. Вот. При отправке сообщения счетчик чекущего процесса он тоже инкрементируется и прикрепляется к сообщению. То есть для того, чтобы понять причинно-следственную связь, вам всегда приходится дополнительную структуру данных таскать с собой. Она обычно небольшая, но вы должны ее всегда передавать вместе с данными. Вот. И при получении события вычисляется максимум для всех компонент, не связанных с этим процессом, для которого отправлено сообщение. Вот. И для его компонента происходит инкремент. Ну, возможно, словами довольно сложно, но на диаграмме это выглядит так. Вот у нас есть три вектора-клока для каждого процесса. Изначально состояние, все значения в ноль. Абсолютно тот же самый процесс, да, все те же самые взаимодействия. Вот. Происходит какое-то событие, самое первое на первом процессе E1.1. Мы инкрементируем его компоненту, да, поскольку он первый, ну, условно считаем, что его компонент это первый, то есть она 1.0. Дальше происходит какое-то событие E1.2. Еще раз накручивается вектор-клок, но тут уже он отправляется на процесс P2. А параллельно на процесс P2 до этого было отправлено событие E1.3, да, и со своим вектор-клок уже 0.0.1. И, соответственно, на процессе P2 значение уже будет 0.1.1. Вот. Это понятно, да? То есть это первая часть. Ну, не очень понятно. Не очень понятно. Не понятно соответственно. Ну, смотрите, вот. Ну, а с Lampard Time Stamp все понятно. Точно? Мы так проскочили его? Ну, окей, хорошо. Вектор-клок. Смотрите, с каждым процессом, предполагаем, что процессы всегда оперируют в данной диаграмме только одним регистром. Ну, то есть это только одно значение для простоты здесь рассматривается. То есть всегда события связаны с... То есть понятно, что у вас в системе, или вот, например, если представить систему хранения данных, то можно считать, что это изменение с одним ключом. То есть все записи, вот эти все процессы, которые здесь есть на передаче сообщений, это все связано только с одним ключом, если рассматривать вот именно реальную систему. Вот. Соответственно, с каждым ключом связан какой-то вектор-клок. Если у вас нет никаких записей, да, по ключу, то его нет, да, то есть он нулевой. Как только вы что-то записали, вектор-клок изменился. Вот если запись произошла на процессе P1, ну, значение вектор-клок равно 1, 0, 0. Здесь понятно. Ну, вы сделали запись, вы накрутили значение, которое относится к той ноде либо к тому процессу. Окей, здесь ясно. Дальше события E3.1. Тут тоже все понятно. Поскольку у нас компонента, которая отвечает за изменения на процессе P3, это третья. Ну, просто мы вот так ввели, да, он вроде логично выглядит. То, когда случается какое-то событие на этом процессе, то мы тоже накручиваем значение для вектор-клока его компоненты. Тоже понятно. Все окей, все пока просто. Вот. Дальше идет отправка события от процесса P3 к процессу P2. В этот момент на процессе P2 еще ничего нет. Его вектор-клок – это 0, 0, 0. Ему приходит какое-то событие. Ну, либо это запись данных, все что угодно. В данном случае просто говорится о событиях, поскольку так сформулировано. Вот. И мне приходит событие от процесса P3, с вектор-клок 0, 0, 1. И он смотрит. Вот у меня есть два вектора-клока. Как мне их смержить? Я точно знаю, что вот этот вектор-клок больше. Я беру все максимальные компоненты, а это 0, 0, 1. И для себя, поскольку на моем процессе тоже совершается событие приема, я накручиваю для второй компоненты каунтер. Получается 0, 1, 1. Окей, все ясно. Дальше рассмотрим опять процесс P1. В процессе P1 происходит... Ну, там было какое-то просто событие, да, вот первое, которое накрутило компоненты. Дальше происходит второе событие и 1, 2. Ну, тоже все по аналогии. Накручивается, соответственно, каунтер, потому что это второе событие, да. И когда мы будем сравнить один вектор-клок с другим, мы должны же понять, что событие happens before, а не happens before, поскольку это один процесс, да, это процесс order. И мы видим, что два вектора-клока сравнивают, две компоненты нулевые, а одна компонент отличается. При этом у события E2 она больше. Вот все и понятно в соотношении happens before. Вот. Дальше событие с процесса P1 отправляется на P2. Здесь все то же самое. Приходит вектор-клок 2, 0, 0, а с этим же регистром на этом процессе уже связаны другие данные, другой вектор-клок, 0, 1, 1. Происходит мерж, то есть выбираются максимальные значения каждой компоненты, плюс накручивается событие, то есть каунтер, для того процесса, куда пришло сообщение. То есть в результате у нас вектор-клок выглядит 2, 2, 1. Тоже все понятно, да? В этом... Из E1, 2. Да, вы присылаете какие-то данные или просто события с таким вектор-клоком 2, 0, 0. Но локально у вас уже есть с этим же регистром связан другой вектор-клок, 0, 1, 1. Вы сопоставляете 2 вектор-клок. Ну, буду нарисовать. Просто получается... Окей, ладно. Будем. Тогда не будем рисовать. Получается у нас... Вы сравниваете 2 вектор-клока и проверяете каждую компоненту. Проверяете каждую компоненту и смотрите, выбираете для каждой компоненты, для примера, для первой, что у вас будет. У вас будет, что на P2 с этими данными связан 0, а событие, которое пришло, связано с значением 2. Выбираете максимум, это 2. Вот выставляете первый компонент 2. Дальше, смотрите вторую. Получается у вас 0, 1. Понятно, максимум здесь является единица. С третьим то же самое, 0, 1. Но почему-то вторая компонента здесь равенится 2. Почему? Потому что событие пришло на процесс P2, поэтому делается инкремент. В итоге окончательный вектор-клок выглядит 2, 2, 1. Или еще раз объяснить. То есть вам нужно иметь вектор-клок, она окручивается и изменяется таким образом, чтобы вы могли проследить связь, связь событий, которые происходят на каждом процессе, и их коммуникации с друг другом. Вот. Ну и так далее. Они все точно так же представляются. Окей. Здесь абсолютно та же самая диаграмма. Теперь мы можем посмотреть, как выглядят отношения Happen-Before. Если внизу экрана видно, что мы не рассматриваем процесс order, там, понятно, всегда накручивается только та компонента, которая отвечает за этот процесс. Вот если, например, посмотреть на линию P1, то видно, что у вас с каждым событием значение компонента монотонно возрастает. Это 1, 2, 3, 4. То же самое происходит и для P2, но только уже не первая компонента, а вторая, потому что это второй процесс, и его компонент это вторая. То есть 1, 2, 3. И то же самое для третьей. Вот. Да, даже... Окей. Ну, тут уже, наверное, для следующих объяснений, то, что сейчас мы тоже проскочили, я думаю. Ну, ладно. Ну... Ага. Какие-то штуки. А, вот они. Вот. Вот. Круто. Спасибо. Ну, могу нарисовать, но в целом это просто сопоставление двух векторов. Нужно это нарисовать? И изменение той компоненты, на которой происходит событие. То есть вот у вас есть вектор из трех значений. 1, 2, 3. 1 относится к процессу 1, 2 к процессу 2, 3 к процессу 3. Все. Вот. И здесь уже очень важное замечание, то, что мы видим, что изменение вектор-клок, оно происходит... Если смотреть события, например, E1-1, E2-2, E2-3, всегда можно видеть, что вектор-клок строго старше для последующего события happens before. Да, для последующего события вот в этом отношении. И самое главное отличие от LAMPRO timestamp это то, что мы не могли понять, что же у нас с событиями E3-1, E1-2. Вот сейчас, если вы посмотрите на эти вектора, то есть это 0, 0, 1 и 2, 0, 0, то по ним уже точно можно сказать, что эти события, они не могут быть связаны отношением happens before точно, потому что эти два вектора, они несравнимы. Одна компонента 2, а другая компонента 1. То есть эти вектора, нельзя сказать, какой из них больше. В этом случае мы точно знаем, что у нас это конкурирующие события. И вот это главное отличие, что помимо того, что мы можем таким образом вместе с нашими данными, передавая вектор-клок, мы можем отследить вообще глобальную последовательность событий, какие они происходили в системе. Вот. С Lampard Time Stamp такого сделать нельзя было. То есть там только была гарантия в одну сторону. То есть если happens before есть, то и счетчик правильно работает. Но если счетчик правильно работает, да, инкрементально растет, то это еще не факт, что happens before. Вот с вектор-клок данной проблемы нет. Если вектор-клок четко больше, то мы точно знаем, в обратную сторону работает утверждение, что мы точно знаем, что события связаны и имеют отношение happen before. окей, это понятно. Ну, в общем, движемся, да, движемся дальше. Все усложняется. Поскольку вектор-клок, да, тут все дальше сложнее, сложнее. Ну, простую часть прошли. Следующая, вершин-вектор. Вершин-вектор очень похож на вектор-клок по построению. Это тоже механизм, который позволяет отслеживать причинно-следственную связь, но он уже имеет отношение не к абстрактным процессам, формулирован так, а имеет отношение к изменению данных на репликах. То есть это уже фактически к распределенным системам хранения данных. То есть он именно отслеживает связь изменений, были ли конкурирующие изменения при записи каких-то данных, да, и было ли отношение happen before. Если такое отношение есть, то вы понимаете, что данная запись, она не приведет к потерянным изменениям. То есть если какое-то событие записи является happen before относительно другого события записи, то это значит, что ваша запись из-за вашей изменения, оно видело уже предыдущее, и вы можете его корректно сделать так, чтобы не потерять изменения, как это было на примере разрешения конфликтов last right wins, да, в случае last right wins вы просто могли потерять изменения. И когда вы смотрите на систему в конечном виде, вы не знаете, что произошло. Он болит думает, что я это выполнил, но на самом деле это никак не зафиксировалось. Это изменение просто потерялось. Так вот, используя version clock, о, version vector, вы можете отслеживать вообще и говорить, эти события были конкурентными, либо они имеют связь с happen before, и, соответственно, они знают друг о друге, вернее, то, которое happen before знает только, да, и оно может учесть эти изменения, таким образом, не будет потерянных изменений. все очень похоже. На vector clock состояние тоже описывается определенным вектором, здесь количество компонент n это уже акторы, ну, в данном случае пример это юзер или сервера, для vector clock это были процессы, вот, любое изменение данных на репликах, изменение данных на репликах отображается, отражается на изменение version вектора, вот, точно так же строится начальное состояние нулевое, в случае изменения данных происходит инкремент своей, тем акторам, которые произвел изменение, если с юзером связаны, то это юзер, ну, соответственно, компоненты, вот, дальше некоторые отличия, если, например, у вас есть две реплики, и одна реплика посылает другой какие-то данные, говорит, вот, запиши, пожалуйста, эти данные, вместе с этими данными присылает version vector, и данный version vector старший, чем тот, который локальный, то вы можете смело применить эти изменения, то есть вы знаете, что у вас не будет потерянных изменений, если обратная ситуация, ваш тот version vector, который, и те данные, с которыми присылают, он меньше, да, то это значит, что вы уже опоздали, то есть кто-то совершил запись, который уже, в которой существует какая-то запись, в которой уже учтена данная версия, и вы можете отбросить данное сообщение, вот, не отбросить, но вы можете сказать, либо ошибку прислать, да, соответствующие ноды, что есть конкурирующие изменения, либо сохранить для последующего разрешения, и в случае конфликтов, конфликт вычисляется просто, берется два version вектора и вычисляется максимум по каждой компоненте, вот, ну, это очень похоже на vector clock, рассмотрим, что вообще может быть актором, дальше будет диаграмма, с которой будет более понятная, она будет прямо приближена к реальной, актором в нашем случае может быть, например, user ID, вот, какие есть проблемы с user ID, представьте себе, что у вас есть чат, в этом чате, допустим, 100 человек, и каждый хоть раз что-то написал, что это означает, если актором у вас является user ID, это означает, что ваш version vector будет размерностью 100, 100 значений, ну, понятно, потому что вы должны учесть действия каждого из, каждого человека, который находится в чате, да, его изменения, что он что-то писал, вот, это не очень удобно, во-первых, происходит разрастание, но иногда можно использовать, если у вас есть какой-то ограниченный сет акторов в каких-то случаях, но чаще используется в качестве актора либо нода, либо реплика, тогда, например, если у вас replication factor 3, это означает, что ваши данные хранятся, например, данные по какому-то ключу хранятся в трех копиях, то вы понимаете, что размер вашего version vector, он всего 3, ну, потому что других акторов нет, то есть вы можете записать на реплику 1, на реплику 2, на реплику 3, соответственно, больше никаких других вариантов не может быть, и это ограничение на размер version vector очень удобно, то есть, что его дешево передавать, потому что он должен передаваться с каждым сообщением, вот, возможно, две стратегии, стратегия, например, в Вальдеморте мы рассмотрим и на примере React, это две достаточно популярные, достаточно популярные кировые или сторожи, вообще, вот, вот эту градацию, да, стратегии я ввел сам, потому что, в общем-то, я не нашел никакой классификации, но они отличаются, вот, именно по поведению, что значит апдейт, это когда вы перед тем, как сделать какие-то изменения, прочитываете, вот, у вас есть какой-то ключ, допустим, K1, ну, или, допустим, юзер 1, и вы храните какую-то информацию, связанную с этим юзером, допустим, это банк, да, ну, условно, там есть аккаунт, счет и так далее, вот, то вы перед тем, как записать какие-то изменения по этому ключу, да, вы должны прочитать данные, получить последний version vector, произвести изменения данных, накрутить version vector, ну, или это будет на сервере накручено, это различается, и его отправить, вот это одна стратегия, есть плюс, какой плюс, то, что version vector всегда актуален, он, как бы, конечно, могут быть конкурирующие события, что он устареет, но, то есть, но это очень короткий период времени, да, то есть, когда вы производите накручивание значения, да, и отправку, у вас всегда, в принципе, практически актуальный version vector, то есть, вы получаете данные, вы видите текущие данные, на которые вы производите изменения, вот, а есть минус, это минус такой, что вы можете прочитать данные, изменить вектор крок, отправить сервер, а сервер говорит, а уже кто-то изменил их, то есть, вы опоздали, вам приходит ошибка, вы говорите, окей, я все понял, Делайте еще раз чтение, еще раз производите данные изменения, отправляйте на сервис, сервис вам опять, у вас ошибка. И вот в таком варианте, когда у вас высокий контеншен на одну и ту же запись, у вас может быть очень много попыток. Это, в принципе, связано, если рассмотреть многопоточное программирование, вот какую реализацию в LogFree, например, многопоточного счетчика вы можете привести. Просто ради интереса. Окей, ладно. Смотрите, Atomic Integer, к примеру, сталкивались. То есть фактически разница в том, что в случае оптимистичной блокировки вы делаете событие, какое-то действие, и пытаетесь не блокироваться, да, и пытаетесь сравнить, а валидное мое действие было или нет. И если не было никакой конкуренции, то вы просто применяете. Плюс в том, что у вас нет блокировки, все происходит быстро. Но если высокий контеншен, то есть многие хотят что-то изменить по данному ключу, либо с данной переменной, то у вас происходит большое количество retrile, да, и в итоге оптимистичная блокировка или log-free алгоритмы могут проигрывать блокирующим алгоритмам. Вот можете попробовать написать в качестве дома, ради интереса, написать счетчик, который обновляется из разных потоков. Счетчик, просто значение int или long, неважно что, инкрементально монотонно растущий счетчик. Вот. И сделать, например, 10 потоков, которые его изменяют. И посмотреть, что если вы ставите блокировку, изменяете значение счетчика, либо если вы используете неблокирующие log-free алгоритмы, то есть это, например, atomic integer возьмете, и посмотрите время выполнения, какого алгоритма будет больше. Ну вот. Так, просто ради интереса. Я не буду говорить ответ. Ответ на самом деле неизвестен. Может быть и так, и так. Но интуитивно кажется, что неблокирующий алгоритм должен быть всегда быстрее. Вот. Это то же самое. К чему я. Дальше есть стратегия put. Это когда... То, как это делает React. Когда вы просто... У вас есть какое-то значение version vector, оно может быть достаточно старым. И вы просто делаете операцию записи. При этом оно... Неизвестно, какой текущий version vector. Вы просто говорите, ну, делаю операцию записи. Вот текущее значение переменной x, оно такое. Плюс у вас всегда проходит операция, нет никаких ретраев, да, в случае как вот с update стратегией. Но минус то, что vector version, он может уже достаточно сильно устареть. Вот. Рассмотрим на реальном примере. Это то, как у нас хранятся данные в Вальдеморте. Такая цветная картинка. Просто будет проще понять, как работает version vector на... Если мы рассмотрим реальный пример. Вот. У нас есть n-node. И обычно мы используем replication factor 3. В данном случае я им не указал, но это n. Вот. Replication factor. Это означает, что каждый ключ, значение, ваши данные, будут реплицированы на трех независимых серверах. Более того, мы используем три разных дата-центра. Соответственно, выход одного дата-центра не должен влиять на работоспособность. Вот. Используется strict quorum reads. Это означает, что у вас количество чтений и количество записей суммарно больше, чем replication factor. Что это позволяет иметь? Это позволяет видеть ваши собственные изменения. То есть, вот тот пример с Элис и Бобом, он уже невозможен. Потому что... Ну, только для вас, да? Потому что вы сделали запись, и запись вам говорит, что успешно, только если записалась на две реплики. И, допустим, одна из реплик становится недоступна, то, чтобы считать успешным чтение, вы должны прочитать с двух других реплик. И, как минимум, на одной из них будут самые свежие данные. Ну, понятно, да? То есть, в случае, если у вас сумма quorum чтения записи больше, чем replication factor, вы гарантированно можете видеть ваши изменения. То есть, вот вы сделали, сохранили, что x равно 1. вы гарантированно прочитаете это значение. Вот. Как это работает? У вас есть какой-то ключ и используется алгоритм консистентного хеширования. В данном случае вот хешеринг, это просто пример, это один из наиболее популярных алгоритмов консистентного хеширования. Вот где вы сталкивались с хеш-функциями? Ну, на примере, например, Java. Еще раз. Ну, окей, ну, какие-то коллекции, может быть, там, хеш-мап, да. Хеш-мап, да. И что происходит, если вам нужно, то есть, вы добавляете в хеш-мап сколько-то значений, ну, я надеюсь, вы знаете, как строен хеш-мап, там есть набор бакетов. Если у вас количество значений превышает 0.75 стандартный, да, фактор, то у вас происходит расширение. Ну, расширение там тоже за разные стратегии, ну, в два раза расширяется, да, то есть количество бакетов, в которых разрешаются конфликты, он расширяется. Так что происходит с хешами? Да, то есть у вас каждый ключ, он, поскольку ключей у вас может быть, допустим, если у вас ключом является INT или LONG, ну, допустим, инт, да, там 2 миллиарда, вы не можете иметь массив 2 миллиарда, да, или количество бакетов, ну, положительных имеется 2 миллиарда. Вот, то есть у вас всегда их значений меньше, там вам нужно большее множество каким-то образом отобразить, желательно равномерно, но меньше, да, понятно, вот так работает хеш-функция. Вот, и в отличие от хеш-функции, например, которая используется в коллекциях, да, в любых библиотеках, когда у вас происходит расширение структуры, у вас все ключи перехешируются, ну, то есть у вас полностью в памяти каждый, каждый ключ, значение, да, в мапе, он связывается с новой ячейкой, то есть каждый раз для всего вычисляется новый хеш и новый бакет для уже пары, ключ-значения, вот, но в распределенной системе это очень дорого, это невозможно сделать, ну, то есть это возможно сделать, но это крайне дорого, почему, потому что с ключом связаны реальные данные, которые хранятся либо на каком-то диске, либо вообще на какой-то ноде, если вы будете использовать такой же подход, то, допустим, добавление новой ноды, чтобы выдерживать большую нагрузку, да, то есть вы добавляете сколько-то нод, вам придется перехешировать, и в этом случае вам пришлось бы перемигрировать все данные, ну, это очень невыгодно, да, причем именно в момент, когда вы начнете двигать данные, что-нибудь случится, там, погибнет диск, нода, в общем, то есть данные лучше не трогать, вот они хранятся, и как можно меньше без необходимости их перемещать, так вот, консистент хешинг, в отличие от обычных хеш-функций, он позволяет вам не менять для части значений их хеши, то есть вам нужно перехешировать, то есть поменять только для части ключей, то есть вот часть ключей, у нее будут новые хеши, новый хеш означает новое место в кластере, новую ноду, либо новый диск, и только именно эти данные вам нужно будет перемигрировать, все, вам не нужно все полностью перемигрировать, а только определенную часть, вот суть консистент хешинга, вот, и в данном случае это пример хешринга, наиболее распространенный, когда у вас есть общее пространство, это обычно все значения, которые могут принимать хеш, ну, вот это кольцо, допустим, у вас какие-то диапазоны, по которым разделяется, например, максимальное значение инта, 2 миллиарда, и за каждый диапазон отвечает определенный сервер, определенные ноды, и когда вы по вашему ключу вычисляете хеш, вы ищите его значение, куда он попадает, в какой сектор на данном ринге, и вы понимаете, ого, вот здесь мои данные хранятся, и запрос уже отправляете на соответствующий сервер, вот, дальше все просто, где хранятся ваши реплики, это следующий сектор, то есть, если вы попали, например, на какой-то сектор А, да, то вы идете, ищите следующий сектор, это С, значит, праймари копия хранится на А, дальше на С, здесь ошибка, ну, на Б, да, вот, все как бы просто, А, Б, С, да, ну, таким образом, вы определяете, где реально хранятся ваши данные, вот, это понятно, окей, есть еще одна проблема, вообще, вот такие системы, кворумные, они имеют понятие Dynamo Base Style, почему Dynamo Base Style, потому что первой статьей публикации, по-моему, в 2007 году, это было от Amazon DynamoDB, вот, это была просто публикация, у нее закрытый код, но все, как прочитали эту публикацию, стали делать open source решение, после этого появились Voldemort, React, Cassandra, и вот все остальные, вот, и поэтому такой вот, такой способ на основе кворумов, да, это упорно-репликация Dynamo Base Style. Здесь есть проблема с удалением данных, зачастую они не удаляются, почему? Потому что они не удаляются, но делаются по метке, то есть вы все равно хотите сказать, что данная запись неактивна, что-то нужно делать, вот, тогда вы просто сохраняете новое значение, но с replication-фактором, например, 2, но делаете по метку, могилку называется такая, том-стом, что эти данные удалены, и когда клиент какой-то делает запрос на эти данные, он вытаскивает эти данные, потому что они реально есть, но он видит по метке, и он считает, ага, значит, этих данных реально не существует. Почему так делается? Потому что, если вы попробуете физически удалить данные, например, с кворумом 2, с двух нод, то на какой-то ноде, которая в этот момент была недоступна, могут сохраниться старые данные, и тогда следующий клиент, он их прочитает, то есть у вас возникнет, что удаленные данные, они оживут, это понятно, да, то есть у вас один момент времени, вот, например, нода 2 может быть недоступна, с ноды 1 и n вы удаляете их, потом нода 2 оживает, клиент делает запрос на ноду 2 и на ноду 1, на ноде 1 нет данных, но на ноде 2 есть данные, и он говорит, окей, вот это и есть живые данные, то есть с удалением не все так просто, поэтому расставляют могилки, это приводит к тому, что есть мусор, да, то есть вы не удаляете данные, они все равно хранятся, строится индекс, они хранятся на диске, иногда это очень плохо, когда у вас большое количество удалений идет, и апдейтов, то необходимо все-таки удалять, в этом случае использовать следующую стратегию, первоначально пытаются записать replication factor 3, то есть гарантированно вы можете удалять физически запись, если вы на 3 ноды сохранили могилку, на все реплики, в этом случае, если при физическом удалении у вас останется не какое-то живое значение, если одна из нод недоступна, допустим, нода 1 недоступна, вы удаляете с ноды 2 и 3, ну здесь NN обозначено, не принципиально, то есть вот у вас write quorum 2 есть, вы удаляете, но нода 1 была недоступна, и когда клиент в следующий раз делает запрос, он увидит эту могилку, но будет восстановлена именно могилка, ну соответственно, удаленные данные, но не не будет воскрешения тех данных, которые были помечены, вот это очень важно, вот в таком случае, когда вы распространили на все 3 ноды при replication factor 3, вы можете делать физическое удаление, ну вот у нас, в общем-то, так и происходит. вопрос можно, вот там в случае, у нас же write quorum 2, то есть, если одно значение восстанется, как бы у нас же нет второго подтверждения, то мы же с этим делаем. Оно есть, ну это тонкий момент, на самом деле, вам, смотрите, иначе это все не будет работать, вам не нужно, вот, quorum 2, да, но вы сделали запрос на ноду 1, на которой есть данные, и на ноду 2, на которой нет данных, но она вам отдает ответ, то есть, она жива. И исходя из этого, да, что у вас одна нода ответила данными, другая ответила, окей, я жива, то делается вывод, что данные как бы есть. Почему это, если не делать так, то, в принципе, не будет работать, потому что, смотрите, replication factor 2, вы сделали запись на 1 и 2 ноду, ну, одна была недоступна, но 2 были доступны, но после одна из нод, на которой вы делали записи, исчезла, но другая стала доступна, у вас формально quorum есть, да, вы можете прочитать, но, то есть, вы делаете 2 чтения, и в таком случае у вас не будет, ну, вообще ничего не работать, то есть, потому что в тот момент, когда была запись, не было одной ноды, а когда идет чтение, ну, все поменялось, другая нода ожила, там как-то появилась, там все эти прочие, тайм-ауты, все что угодно, поэтому все системы, quorumные, если они видят значения на одной из нод, то именно, хотя бы на одной из нод, да, а все остальные ноды отвечают успехам, но данных нет, то считается, что данные, ну, вот это вам возвращенное значение, вот, если какая-то из нод уходит, потом возвращается, они как-то синхронизируются? Да, тоже правильный вопрос, вообще, в таком случае у вас что происходит, что, в принципе, на нодах творится хаос, потому что они периодически могут мелькать, там, сеть упала, то есть, ну, все что угодно может происходить, замена дисков и прочее, и в целом, данные начинают расходиться, вот, это, это, в принципе, не очень хорошо, для этого есть другие средства, так называемые антиэнтропийные, почему энтропийные? Ну, потому что энтропия, да, возрастание энтропии, это возрастание хаоса, то есть, когда у вас значения, они становятся различными на разных нодах, это read repair, хотела позже рассказать, но раз возник вопрос, окей, и hinted handoff называется, read repair, говорит о том, что, если у вас клиент по какому-то ключу прочитал две записи, ну, с одной ноды пришли ему данные, и с другой пришли данные, и он сравнивает их версии, ну, допустим, по version vector, и видит, что одна из записей точно устарела, и он понимает, что, видимо, когда была запись, эта нода была недоступна, и я должен догнать ее до новой версии, и он отправляет клиент на эту ноду, которую устаревшая запись, обновление, говорит, вот это новые значения, и таким образом, у вас, если какая-то нода отставала, то при запросах чтения она начинает догонять, ну, только по этому ключу, да, вот, это при запросе, да, только по одному ключу, когда вы делаете чтение, сразу распространяете последнее консистентное состояние, последнее актуальное состояние, вот, с hinted handoff, другой механизм, когда у вас долгое время не было недоступно ноды, то записи о том, что, вот знаете, вот на эту ноду должна была быть запись, но она не произошла, потому что она недоступна, она сохранится на других живых нодах, ну, просто вот в отдельном story, либо в отдельном логе, как угодно это реализовано, и тогда, когда упавшая нода появляется, все остальные ноды в кластере ее обнаруживают и видят, а для нее у меня есть целый набор изменений, давай-ка я ее отправлю, и засылают все это пачкой, и так все ноды ее засылают, таким образом, весь кластер поддерживается в актуальном состоянии, за счет вот этих методов, вот, окей, вот так это работает, вот, продолжим, то есть мы посмотрели архитектуру Вальдеморта в том виде, в каком мы используем у себя в проекте Одноклассники, вот именно так мы его используем, это вот прямо картинка с моего доклада на Джокере аж 13-го года, в общем, очень давно эта вся история, вот, окей, да, все, мы все поняли, мы тут немножко говорили, что система все равно Eventual Consistency, и что можно ее, в принципе, линейризовать, если делать операции синхронным, операцию Read Repair, это, видимо, не было ни записи, вот, но это дорого, да, поэтому данная система все равно, она является, несмотря на то, что у вас есть гарантия чтения ваших изменений, все равно является Eventual Consistency, просто, как бы вероятность этого события, она меньше, при кворуме больше, при суммарном кворуме чтения записи больше, чем количество реплик. Окей, теперь рассмотрим, как же, мы же все остановились на Version Vector, как это все работает. Вот так вот все работает. Такая непростая картинка, ну, это вот то, как оно реально работает, она в своей крайнем состоянии, ну, то есть здесь все проблемы, ну, или мне кажется, что все проблемы, я, возможно, я что-то упустил, вот, это то, как реально работает разрешение конфликтов, ну, и вообще, как Version Vector работает при Update Strategy, ну, в принципе, как это работает в Эльдеморде. Вот, мы рассмотрим, что у нас, есть клиент 1, клиент 2, есть у нас ноды, это отдельные сервера ABC, все операции чтения записи происходят по одному ключу для простоты. Понятно, что параллельно у вас может идти миллион записей, чтений, но с другим ключом, но они все никак не связаны, то есть они вообще не влияют на всю историю. Вся история, только если вы взаимодействуете и сохраняете, читаете данные, только связанные с одним ключом, поэтому вся эта картинка, да и все предыдущие, это всегда все связано с одним регистром, с одним ключом, в общем-то, конкуренция за одно значение. Вот, поначалу у нас ничего нет, допустим, вот оранжевая это операция PUT, синяя это операция GET, есть вот такая вот красеньким черточка, не знаю, как это обозначает, это обозначает недоступность данной ноды для клиента 1, а синяя черточка, это обозначает недоступность ноды для клиента 2, ну, в какой-то момент времени, да, это вот какой-то период взаимодействия, чтения записи, вот, все начинается, когда клиент 1 просто сохраняет какое-то значение, значение нам не важно, нам важен только version vector и разрешение конфликта, и вообще, как производить безопасное взаимодействие, да, записи, чтения данных, вот, поэтому здесь сами данные, они в принципе опускаются, только вот эта компонента, которая всегда передается, сохраняется вместе с данными, вот, поскольку ничего не было, то пустой был version vector, то мы инкрементируем значение 1 на ноде A, почему на ноде A? Это сделано для того, что предполагается, что мастер ноды, то есть первой нодой, которая отвечает за данный ключ, является нода A, потом B, потом C, в принципе, это абсолютно условная вещь, но если у вас нет конфликтов, вы можете всегда накручивать только одну компоненту, A, например, да, если она всегда доступна и всегда позволяет накручивать, то у вас просто короткий вектор получается, ну, это оптимизация такая, вот в целом-то и все, поэтому накручиваем только одно значение, а остальных, если их нет, значит, получается, они нули, то, что мы до этого рассматривали, вот, следующее, клиент 2, делает чтение, получает какое-то значение, и version vector у него A1, дальше он производит изменения, что-то меняет в данных, и сохраняет, поскольку ему доступны в данный момент все ноды, то он просто накручивает версию A2 и сохраняет на ноду A и B, да, у него write quorum 2, он берет на мастер ноду, ну, и следующую, просто по построению, записывает на следующую, вот, дальше клиент 1, читает данные, но случается страшное, для клиента 1, короткий этот промежуток времени, видно, когда он читает и пишет, для него недоступна нода 1, ну, там, допустим, сеть между дата-центрами пропала, вот, но он видит, что на ноде B есть данные, на ноде C нет, ну, окей, его все устраивает, он берет эти данные, получает, видит, что у них version vector, 2, мы уже сейчас говорили об антиэнтропийном средстве, ретрипэером он закидывает на C, но это абсолютно параллельно, и к этому не имеет отношения, ну, туда изменения приедут, вот, но ему нужно произвести апдейт данных, он производит апдейт данных, но видит, что нода A для него недоступна, тогда что он делает, он берет следующую компоненту, которая отвечает за этот ключ, это B, и накручивает вектор, version vector у нее, и получает следующий version vector A2, B1, и записывает их на доступные ноды, B и C, все, для него все успешно, version vector выглядит сейчас таким образом, однозначно version vector A2, B1 больше, чем A2, то есть мы можем сказать, что отношение happens before поддерживается, что никаких конкурентных записей не было, и никаких потерь, lost апдейтов не будет, то есть история продолжается, как бы, корректно, вот, следующее, ну, следующее, тут параллельный, происходит процесс, либо клиент 1, либо клиент 2, делают чтение, вот, они видят уже обновленную версию, для них все ноды доступны, A2, B1 получают версию, вот, и дальше хотят тоже провести какие-то изменения, но в этот момент для клиента 1 недоступна нода B, а для клиента 2 недоступна нода A, вот, рассмотрим в начале клиента 1, что он делает, поскольку для него нода A доступна, он накручивает вектор, версию вектор на ноде A, получает значение A3, B1, A3, B1 строго больше A2, B1, все очевидно, и сохраняет на доступные ноды, на ноду A, соответственно, и на ноду C, вот, в этот же самый момент клиент 2 получил те же самые данные, A2, B1, и пытается накрутить версион вектор, но для него нода A недоступна, соответственно, доступна B, он накручивает версию для ноды B, и у него получается версион вектор A2, B2, и он сохраняет на ноду B и на ноду C, вот, поскольку на ноду B клиент 1 не сохранял данные, ну, вернее, сохранял очень давно, там была версия A2, а сейчас A2, B2, то они успешно сохраняются, вот, а что происходит с нодой C? На ноде C происходит конфликт, то есть, там есть записанные данные, здесь неизвестно, кто был первым, на самом деле, но это не принципиально, если смотреть на стрелочки, то клиент 2, то, соответственно, вначале сохранилась версия A2, B2, а потом клиент 1 сохраняет версию A3, B1, это конфликт, потому что вы не можете выстроить отношения happens before, о чем мы говорили ранее, да, вы не можете сказать, что вектор от клиента 1, он больше или меньше вектора от клиента 2, то есть, они конкурирующие, вот, в данном случае, это означает о том, означает то, что изменения клиентам 1 и клиентам 2 были конкурентно сделаны, и если взять какое-то только одно значение, связанное с одним вектором, то у вас будет потеряно изменение, так делать нельзя, ну, вернее, вы, конечно, можете, но, наверное, не стоит, вот, что делать? Непонятно, что делать, поэтому нужно сохранить обе версии и вместе с ними значение, то есть, сохраняются оба вектора, вот такая конфликтная ситуация, она сохраняется, дальше, что с ней делать? Автоматически, с помощью version vector разрешить ее нельзя, ну, по крайней мере, корректно, вот, но сам факт, что у вас были конкурирующие изменения, вы этот факт сохраняете, и тем самым вы оставляете себе надежду, что какой-то клиент прочитает данные и сможет разрешить это на уровне программного кода, ну, или не на уровне программного кода, к примеру, вы зашли на Amazon, видите вашу корзину покупок и смотрите, ой, а я же удалил там что-то, оно у меня есть, давай-ка я удалю, таким образом клиент разрешает конфликт, да, то есть вы знаете, либо если как бы эта вся цепочка до клиента не доходит, то вам нужно написать программный код мержа, конфликта, который на основе двух векторов получит третий вектор, это все делается автоматически, потому что, ну, это в целом просто, вы берете максимальную компоненту и все, то есть вы можете точно сказать, что вектор А3, Б2 больше каждого из векторов, вот если вот посмотреть зелененький пунктирчик прямоугольничек, там как раз таки видно, что есть два вектора, А2, Б2 и А3, Б1, и есть результирующий вектор А3, Б2, ну, понятно, по каждой компоненте взят максимум, то, что вот на доске было, объяснял, вот, все, однозначно история будет продолжена, история будет правильная, когда вы сохраните какие-то изменения уже с новым вектором, они автоматически перепишут конфликтные изменения, ну, и все остальные, потому что произошел результат, но здесь есть проблема, что делать с данными, и это как бы, это как бы ваша проблема, потому что вы должны уметь как-то отрезовывать данные, вот у вас один клиент хотел записать яблоко, а другой помидор, что это будет? Ну, наверное, гибрид, а может быть нет, вы должны сами решить, что это будет, в Ульдеморте есть автоматически еще таймстэмп, как средство для разрешения конфликтов, если вам все равно, ну, зачастую ваши данные не очень важны, да, то вы можете вообще не писать функцию мержа, вы можете оставить на откуп таймстэмпу, в этом случае вы получите в случае конфликта тот же самый last right wins, то есть кто последний по таймстэмпу, локальному таймстэмпу, который может уехать, все что угодно может быть, вот, то того данные останутся, вектор клоп при этом будет правильный, история будет продолжена, но резолв конфликта возможно будет некорректный, но это ваш выбор, если вы согласны автоматически резолвовать, окей, либо вы пишете руками какую-то функцию, которая сможет за вас это сделать. Зачастую будем дальше рассматривать как бы другие структуры данных, там можно частенько сделать это автоматически, в данном случае это нужно ручной мержер писать. Здесь надеюсь, все понятно. То есть, в принципе, вся эта история с лэмпорт таймстэмп, с хэппенс бифо, с вектор клок, она вся была для того, чтобы объяснить историю развития, и как вот мы приходим вот к тому, что можно реплицировать, оптимистично реплицировать данные, и конкурентных изменять, и не получать потерю, не получать лост-апдейты, и при этом иметь достаточно большую доступность, высокую хай-валабилити, да, это не а-система, конечно, потому что она все равно кворумная, да, относительно кап-теоремы, вот, с консистентом тоже как бы так себе, но в целом вы получаете высокий уровень доступности, высокий уровень консистентности, и практически линейную масштабируемость, да, то есть вы добавляете ноды, вы спокойно выдерживаете нагрузку, да, то есть зачастую в реляционных баз данных вам ничего не, у вас будет сложность с масштабируемость линейной, вот, здесь понятно, можем продолжать, окей, дальше, дальше есть другой подход, это мы рассмотрели подход со стороны стратегия апдейт, как я ее назвал, то, как действует в Альдеморт, а вот есть, например, риак, тоже популярная распределенная база данных, вот, она действует по-другому, здесь, причем, рассмотрены не три ноды, ну, в данном случае на прошлом примере понятно, что просто все будет сложнее, да, мы рассмотрим вот отдельно одну ноду и два клиента, которые пытаются записать, поскольку в стратегии пут вы не делаете чтение, соответственно, вы не знаете значение текущего вектора, вершин вектора, вот, это те преимущества, недостатки, о которых до этого мы говорили, да, что вы можете просто, у вас один вызов, вам не нужно делать get вызов, ну, все очень просто, у вас нету повторных вызовов, потому что у вас нет конфликта, да, вот, и здесь рассмотрена в ноды, в ноды, ну, это, в принципе, абстракция, это, будем считать, это мастер нода для данных, вот, ну, какая-то нода, которая хранит данные по ключу, допустим, это ваша встреча какая-то, и вы там что-то договариваетесь, и вот клиент, мы будем звать Y, пусть так, записывает значение bob, поскольку вершин вектора не было, то он записывает значение a, поскольку нода a, и единичку, да, ну, здесь такое обозначение, вообще все это то же самое, и получает обратно значение bob a1, окей, все супер, дальше клиент X записывает значение с you, поскольку клиент X ничего не знал раньше о состоянии вершин вектора, то есть он считает, что оно нулевое, и это запись you приходит на vnode, но она видит, что версия 0.1, и у меня версия, ой, версия 1, а1, и версия от клиента X тоже 1, в таком случае считается, что это конкурирующая версия, в итоге нужно что сделать, сохранить два значения для последующего разрешения конфликта, и уже клиент X получает два значения, bob is you, и вершин вектор а2, дальше он пытается записать, дальше клиент X пытается записать рита, значение, но клиент ничего не знает о изменениях, которые сделал клиент X, почему? Потому что он не делает get запроса, он использует свое предыдущее значение вершин вектора, он записывает рита опять с значением а1, в итоге конфликтные версии у нас увеличиваются, то есть туда еще добавляется рита, то же самое с Мичелл, вот, что здесь кажется неправильным, неправильным кажется следующее, что в принципе клиент X и клиент Y они знают о том, что например, рита, она happened before bob, и в принципе в конфликтующих версиях боба не надо сохранять, то есть эти события не конкурентны, они сделаны все одной ноды, и они happened before, но из-за построения, что мы делаем, не получаем текущее значение вершин вектора, мы их должны сохранить, потому что если мы не сохраним и увидим конфликт версии, то мы получим опять же потерянные изменения, окей, это кажется странным, это приводит к тому, что у вас просто разрастаются конфликты, и потом с ними непонятно, что делать, возможно, как-то разрезовывается, возможно, нет, и более того, это кажется странным, потому что это не нужно, потому что каждый клиент все-таки знает свое предыдущее значение, и зачем сохранять на системе версий, которые фактически не конкурируют, нет смысла, вот, это поняли в реке, и сделали дотед вершин вектор, в принципе, небольшое изменение с каждым значением от каждого клиента, вернее, от ноды, на которую значения накручиваются, от клиента нельзя, потому что клиентов много, вершин вектора будет разрастаться, происходит сохранение еще вершин вектора локальной записи, вот, например, первая запись не все просто, у нее вершин вектора совпадает глобальный, а один и один для боба, окей, все просто, для риты, ой, для SU идет следующее, для SU A2, но общая версия всех данных A2, она накручивается, но для каждой запище еще поддерживается свой собственный вершин вектор, ну, видно, да, это, окей, дальше, какая проблема была с предыдущим вариантом, что нам приходилось, чтобы не потерять изменения, сохранять все значения, но этого не нужно делать, потому что, вот, если для клиента Y сохраняется рита, то видно, что версия A1 с версии A1, да, и происходит накручивание версии до A2, она старше версии, которую имеет Bob, и в принципе мы можем Bobа перетереть, мы знаем, что здесь нет потерянного изменения, что сохранение рита, вот это значение value рита, оно было сделано после Bobа, и мы его можем удалить, таким образом, ну, и то же самое для Мичелла, таким образом, у нас нету разрастания конфликтов, и сохраняются только настоящие конфликты, да, то есть настоящие конкурентные изменения, которые должны уже быть отрезованы, окей, вот так работает в рейке, можно да, вот смотрите, если у нас здесь два клиента, то все хорошо, но если у нас будет огромное количество клиентов, тогда то, что у нас будет каждого инкрементировать, ну, я имею в виду, что у нас Бог пришел в риту, и у него получилось, ну, три, да, то есть, ну, здесь версии, вот и version vector накручиваются, как мы уже говорили, актер, может быть либо юзер, но это плохо, да, потому что юзеров множество, вот этот x, y там и так далее, и если у вас такая модель, например, чат, то ваш version vector разрастется, если кто-то хоть одно сообщение написал, ну, то есть, это неудобно, вы будете таскать огромнейшую структуру, а данных там буквально не знаю, может быть гораздо меньше, вот, здесь в качестве актера, который накручивают, это vnode, то есть, она ограничена replication factor, ну, то есть, в данном случае это вот не рассматривается, если у вас множество клиентов, они будут знать версию, какая у них есть, если у них ничего нет, вот, допустим, здесь третий клиент появляется, да, вот в какой-то момент появляется третий клиент, и он не сделал get-запросы, он видит конечное состояние вот version вектора A4, там есть Ритт и Митчелл, но он записывает, поскольку у него нету version вектора, он записывает, отправляет данные A1, и это конкурирующая операция, почему? А потому что он не знал, что было до этого, он же их не вычитал, его нужно тоже сохранить, чтобы не было потерянного изменения, и он также сохраняется, и ему возвращается актуальное состояние, ну, то есть, вот все эти значения, но в последующем, когда он будет делать операцию, он уже будет точно знать, ага, я-то свое значение сохранял, ну, какое-то оно там, я не знаю, тут его нету, вот, то его можно не сохранять в конфликтных, я знаю, что оно было, вот, более того, когда произойдет разрешение конфликта, какой-то клиент возьмет, вычитает и скажет, угу, я точно знаю, что вот так надо решить конфликт, накрутит версию version clock и удалит всю неконсистентность, то уже, как бы, уже у вас не будет конфликтных версий дальше, ну, то же самое, что, например, Тиму Ледеморта, все, у вас разрешился конфликт, version vector накрутился, ну, все, вы можете жить уже с новой историей, без конфликтов, но конфликт нужно разрешить, да, что здесь, какая здесь логика вот с этими именами, я не знаю, ну, просто какое-то значение, кто-то должен принять решение, какое значение все-таки должно быть, возможно, если есть какой-то контекст этого, ну, в данном случае, в этом примере его нету, да, там, не знаю, вот таким образом это работает, это понятно, да, окей, в заключение по logical clock, ну, все, что мы много раз говорили, это первое, позволяет устанавливать причины следственной связи, и главное, их нарушение, то есть, когда есть нарушение, это значит, есть конкуренция, если есть конкуренция, вы должны сохранить эти данные до последующего резолуа, как это вы будете резоловать, ну, это уже либо вручную, либо, в общем-то, ваша задача, up to you, вот, и вершин вектор, это один из основных механизмов организации оптимистичной репликации, то есть, когда вы можете спокойно сохранять данные на разные реплики, да, не заботитесь о том, что у вас там какие-то данные перетрутся, да, что какие-то данные будут потеряны, вот, окей, следующий механизм, operational transformation, этот механизм, он, в общем-то, не совсем связан с хранилищами данных, но, но все же связан, поэтому мы его рассмотрим, а вообще основная область применения, то есть, довольно старая технология, это разрешение конфликтов в приложениях совместного редактирования, ну, самый яркий пример, это Google Docs, да, когда вы можете онлайн редактировать один и тот же текст, там с друзьями, с кем угодно, с коллегами, ну, даже не обязательно, можете даже быть в оффлайне, вот, потом у вас появляется интернет, и все магическим образом, все выглядит классно, да, то есть, у вас все, все, как вы и хотели, хотя на самом деле, вы одни и те же значения редактируете конкурентно, да, то есть, вы меняете что-то, вот, вот здесь пример, что если использовать наивный подход, да, diff-merge, допустим, у вас есть Джон и Луис, и есть сервер, ну, сервер все равно есть, да, через него происходит коммуникация, обмен изменениями, вот, и допустим, общая версия, которая, общее состояние, это, ну, вот, The Quick Brown Fox, при этом Джон меняет, изменяет стиль, Brown Fox у вас становится жирным, да, выделенным, а Луис вместо Fox изменяет значение на Dog, вот, но при этом Джон оказывается быстрее, на сервер сохраняет свое извинение, поскольку сервер видит, что, ну, изменения бесконфликтные, ну, это пока опустим, вот, он его применяет, потому что от Луиса еще ничего не пришло, мелко, но что будет, когда от сервера к Луису придут эти данные, вот, в случае простого дифмержа, варианты, возможно, следующие, они вам приведены в качестве примера, но вроде как ожидается вариант, что Brown Dog, это спорно, наверное, но все же, скорее всего, это должно быть так, вот, и отсюда видно, что простой подход, с дифмерж, он не работает, почему он не работает, сейчас рассмотрим, все понятно, да, почему он не работает, потому что не учитывается намерение, вот, вы видите только конечные состояния, вы имеете два конечных состояния, и на основе этих двух конечных состояниях, вы должны понять, а что же пытался сделать, как пытался изменить данный юзер один, и как пытался, ну, Джон Луис, и как пытался изменить другой юзер, у вас есть только конечные точки, вы не видите intention, то есть намерение, а что же он хотел реально сделать, вот, для того, чтобы пытаться сделать это лучше, чем merge.deaf, делается сохранение намерения, так называемого, то есть сохраняются все операции, ну, операций достаточно мало, вот, в данном случае, это insert delitz, ну, и style, ну, для Google Docs, возможно, сейчас больше, все зависит от того, насколько сложные вещи хотите вы делать, там, redo, uda, это вот прямо сложнее, то есть модель усложняется, но нам это не важно сейчас пока, вот, и все операции просто сохраняются в последовательном логе, то, что вы делаете, например, вы удалили какое-то значение, оно удаляется, вот пример Джона, следующий, допустим, у вас есть easy as one to three, да, и у Луиса такая же версия на старте, мы нумеруем, индексируем все, все значения, и дальше предположим, что Джон хочет получить версию easy as ABC, да, то все операции, которые он делает, они сохраняются последовательно, это delete с 9 по 11, ну, и все понятно, 9, 10 и 11, это insert ABC, все просто, но в это же самое время, Луис редактирует свой документ другим образом, он берет и вставляет it easy as one to three, окей, вот получили две версии, при этом мы сохранили intention, дальше, казалось бы, окей, у нас есть намерение, сейчас, ага, есть намерение, и как нам теперь смершить, зная то, что хотелось сделать Джон и Луис, как нам получить какую-то версию, вот, к примеру, приходит изменение Луису, его текущая версия, это easy as one to three, первое действие, мы просто рассмотрим delete без инсертов, да, это удаление с 9 по 11, но это не совсем то, потому что текущая версия Луиса, она уже изменилась, и вот эти индексы, они все поехали, то есть мы видим, что удаление с 9 по 11, приводит совсем не то, что хотелось сделать Джон, очевидно, вот, что же тут можно сделать, можно попробовать, учесть те изменения, которые хотелось сделать Луис, он просто добавил два значения, и в таком случае операцию delete, мы можем, то есть те намерения, которые хотелось сделать Джон, мы можем их трансформировать относительно того, что сделал Луис, и в этом случае мы получим правильные индексы, то есть мы получим версию it easy as там ничего, да, следующая операция insert, они вставят, и уже фактически у вас будет правильная версия совместно редактируемого документа, окей, здесь понятно, да, идем дальше, так, для operational transformation была разработана модель consistency model, то есть вот то, о чем я говорил, всегда разрабатывают какую-то модель консистенции данных, которую потом пытаются как-то, пытаются поддерживать, да, обязательно, вот следующие свойства заявляются, что convergence preservation это сходимость, то есть все реплики должны быть идентичны после выполнения всех операций, понятное дело, что если вы с другом редактируете документ, вы получили все изменения, а у вас документы разъехались, но это не дело, да, они должны быть одинаковыми, то есть вот такое требование, intention preservation, это означает, что сохранение намерения, то есть нельзя просто так смершить абы как, но одинаково, да, вот тот вариант, пример с лесой, да, мы могли бы взять любой из вариантов и разослать все, мы бы выполнили первое требование, сходимость, но сохранения намерения не было бы, вот, и casuality, preservation, это сохранение причинности, это означает, что операции должны выполняться причинно-словно-порядки, опять happen before, почему это важно, потому что, например, у вас может быть еще ничего не быть в документе, но из-за того, что порядок будет нарушен, вам придет какое-то изменение, к примеру, удалить удалить значение в позиции 5, а у вас даже еще вообще нет этого значения, ну, то есть это нарушение порядка, вот сохранение этого порядка, да, что события у вас идут в порядке happen before, вот, и вот рассмотрим пример, опять же, ну, уже такой простой, вот у нас есть Джон Луис, есть синхронизованное состояние, 42, как обычно, вот, Джон хочет добавить x перед 42, а Луис y после, в итоге, как работает operation transformation, создается операция insert, да, insert в позицию 1, потому что x это первая позиция, и значение, для Луиса создается операция O2, это добавление в третью позицию y или y, как угодно, вот, и дальше эти данные обмениваются, здесь они обмениваются напрямую, ну, в реальности они обмениваются через сервер, ну, для понимания это не важно пока, вот, что мы должны получить, мы должны получить одинакую версию x42y на Джоне, у Джона и у Луиса, когда приходит операция, допустим, если смотреть Джона O2, то мы должны, и это и есть operational transformation, трансформировать изменения, которые сделан у Луис относительно локальных изменений Джона и выработать новую операцию O1' то же самое должны сделать для Луиса, выработать операцию O2' вот, как они будут выглядеть, это будет insert 4y, да, для Джона и 1x для Луиса, и вот заявляет следующее свойство operation transformation, что у вас не зависит, что применение к операции O1, трансформации операции O2 относительно O1, оно должно быть эквивалентно применению к операции O2 трансформации O1 относительно O2. Это то, что мы рассматривали на диаграмме, то есть обмениваясь данными, применяя операцию, выполняя operation transformation, вы получаете такое изменение, которое, применяя у обоих клиентов, вы получаете одни и те же данные, вот что это значит. Функции преобразования бывают двух видов, это inclusion transformation, когда учитывается эффект от операции, вот в данном случае это пример с Джоном, да, вот вы видите, что Y мы должны вставить не в третью позицию, как это было на Луисе, а в четвертую, потому что мы учли то, что Джон уже тоже сделал какие-то изменения. А вот на стороне Луиса никаких изменений, эффекта не надо. Почему? Потому что то, что Луис поставил в четвертую позицию Y, это абсолютно никак не мешает поставить X в первую позицию, да, никакого изменения нет. То есть, вот, это вот два различия, которые включают изменения, учитывают изменения локальные и не учитывают. Вот, если рассмотреть, это я из идеи отформатировал, как мог, вот, если рассмотреть функции преобразования посимвольно, да, как в том примере, который мы применяли, то они и рассматривая только две операции вставки-удаления, то можно выработать вот такие простые функции трансформации, да, это первое, что у нас есть, это insert, insert, первый вариант, да, второй это insert, delete, третий, понятно, delete, insert и delete, delete, вот, и дальше в качестве входных параметров это у нас есть локальные изменения и есть изменения, которые, которые прислали, да, которые нужно примержить, ну, выработать какую-то новую операцию. И вот в комментариях есть просто пример, да, то есть мы видим, если, допустим, рассмотрим insert, insert, в том примере, который у нас было раньше, да, что мы видим, если изменения локальные никак не влияют на входящий, то мы не изменяем индекс, то есть вот если у нас insert 3 ва, вот первый комментарий смотреть, и на локальной копии, вернее, на локальной копии изменения были, в третью позицию добавили символа, изменения, которые пришли, они в четвертую добавляют, то мы просто вырабатываем операцию 3а, ну, потому что они не влияют. Ну, и обратная ситуация, если происходит смещение, да, мы должны это учесть. Здесь есть еще конфликтная ситуация, вот этот user order, но это не так важно, потому что вам все-таки какой-то момент, если вы хотите в одно и то же место ставить, вам нужно что-то выбрать. Ну, в данном случае здесь пример это user order, ну, просто какой-то user id, вот. и так для всех случаев, наверное, нет смысла рассматривать их более подробно, в общем, сможете, если что, посмотреть, они достаточно простые и понятные, да, если у вас смещение есть, то вы должны учесть, если его нет, ну, то его можно не учитывать, ну, это для операции вставок-удаления, чем более сложные операции вы хотите поддерживать, тем все это будет разрастаться, очевидно, да, там, стайл, прочее, прочее, но все примерно выглядит вот так, и вот это вот и есть фактически oppression transformation, да, это преобразование изменений, которые вам пришли относительно ваших изменений. Так, ну, это было Java? Что это? Это из Java или это Code? Не знаю, я написал просто в IDE, у меня стояло в окне для, ну, Java, я просто использую форматирование, потому что мне было так удобно, ну, и я сделал print screen вот этого кусочка, и все. То есть, это никакой не язык, это псевдоязык, просто показать, как, что из себя представляет функцию, вы можете их реализовать на любом языке, не принципиально, но даже в этом случае ничего не меняя, мне кажется, практически на любом языке это будет выглядеть точно так же, то есть, в целом, это не принципиально. Вот, подсветка, ну, не знаю, как есть, так есть, в общем. Окей, что такое Operation Transformation? Это технология, которая позволяет обеспечить сходимость, первое требование нашей модели консистенции, и сохранить намерие между локальными версиями документов каждого клиента без огречения на редактирование. То есть, понятно, что можно было бы как сделать, можно было бы сказать, ага, ты сейчас не можешь редактировать, потому что данный клиент редактировать, но это как бы совсем не юзерфрендли, да, то есть клиенты должны иметь возможность редактировать абсолютно параллельно, да, то есть конкурентам. Вот, но Operation Transformation не обеспечивает последнее свойство, это свойство причинности. Почему? Потому что это просто функция, она никак не может сказать, в каком порядке к вам приходят события. То есть она просто видит два события и знает, как преобразовать одно относительно другого, но она никак не может сказать отношение Happened Before. Вот, данные свойства опрешный не может выполнить, оно выполняется за счет протокола. В принципе, можете посмотреть вот внизу я ссылка, там прямо диаграмма, как это работает, они очень большие и к ней не помещались, реально, ну и там много, но в целом они очень простые и фактически вот последнее свойство, оно обеспечивается за счет протокола, то есть за счет взаимодействия клиента и сервера у вас выстраивается порядок, тот порядок, в котором вы должны клиента и сервер видеть операции для того, чтобы правильно выработать Operation Transformation и ее применить, да, чтобы получить ожидаемый результат. Ну вот, просто могу описать, что клиент запоминает, вот у него есть Revision Version, просто номер последнего изменения, полученный от сервера, понятно, они должны обмениваться, Pending Changes, то есть локально примененные изменения, но не отправленные, то есть клиент уже выполнил локальную функцию, вот, например, X-Style, но еще это не отправил. Почему это важно? Потому что, когда от сервера ему придут изменения, то он будет понимать, эти изменения сервером выработаны на основе каких данных, видел он их еще или нет, вот, отправленные данные и текущая версия документа. На сервере примерно такие же данные хранятся, это Revision Log, это просто лок всех изменений, не обработанные изменения, а текущее состояние документа, потому что, если, например, вы открываете страницу в Goldog, вы должны выгрузить реальное текущее состояние, да, вам нужно все состояние хранить, вот, и при этом на сервере есть лок, вот буквально по символу изменения, накатки всех версий, вот это все хранится, вот, здесь все, идем дальше, следующая структура, да, и заметьте, вот Operation Transformation это технология, которая позволяет решать конфликт без участия пользователя, это автоматическое разрешение конфликта, то есть, если в случае Version Vector у вас был случай, когда вы обнаружили, все вам позволяет обнаружить конкурентные изменения, но вы должны сами принять решение, вы должны выбрать, что там вам больше нравится, помидоры или яблоки, зачастую это невозможно сделать, потому что нет какого-то контекста, да, то есть тут надо решать от предметной области, от того, насколько у вас ценные данные и прочее, прочее, что с этим делать, ну, либо выбрать последнее, вот, то здесь сохраняются все изменения, и фактически в автоматическом режиме происходит Resolve Conflict, то есть вы видите уже согласованный документ, да, то есть, вот это, это очень здорово. Следующее, но это, опять же, применительно к области текстовых редакторов, да, вот, следующее, это CRDT, достаточно новое, как видно, по году явление, назовем его так, CRDT, это Conflict-Free Replicated Data Types, это, как видно из названия, это структура данных, CRDT обеспечивает Strong Eventual Consistency, мы говорили уже в самом начале о Eventual Consistency, да, это обычно обеспечивают системы, у которых Resolve Конфликтов происходит на основе Version Vector, ну, и его вариаций, вот, то есть, какие-то моменты времени вы можете видеть разные состояния системы, вот, Strong Eventual Consistency, это Eventual Consistency, но если у вас все реплики получили все изменения, то они приходят в согласованное состояние, ну, в тот момент, как они получили все изменения, для Eventual Consistency это не обязательно, то есть, вы можете какое-то, через какое-то время, вот, в данном случае, если вы все изменения получили, вы сразу же приходите в согласованное состояние, тоже структура данных, которая позволяет разрешать конфликты автоматически, и состояние, состояние, вернее, состояние отношений, в которых можно находиться эти структуры данных, они связаны, вот, частичным порядком, вот, в математике это полурешетка, здесь нету матона, по сути, никакого, если хотите, можете его посмотреть, то есть, здесь немножко нестрогие определения, но, это сделано для того, чтобы это было более понятно, вот, полурешетка, частично упорядочное множество, для каждого пара элементов, в которой определяют точная верхняя грань и точная нижняя грань, что это подразумевает, это подразумевает, что обмениваясь сообщениями, вы точно знаете, что, какое конечное состояние, к которому вы можете прийти, ну, это либо верхняя грань, либо нижняя грань, вот, и бинарное операция на полурешетке, и демпотентно, и демпотентно, это, это классное свойство, если оно у вас есть, ваша жизнь просто, и как разработчик распределенных систем становится значительно проще, что это значит, это значит, что вы можете бесконечно досылать одну операцию, одну и ту же, и ваши данные не изменятся, то есть, применение многократное, например, записи каких-то значений, оно не меняет, не меняет значения, да, в чем, почему это важно, потому что зачастую, опять же, если рассматривать какой-то фейл, который произошел на системе, вот, например, вы отправили какую-то запись и получили тайм-аут, что это значит? Неизвестно, что это значит, то есть, тут есть самые сложные кейсы, вы не понимаете, у вас запись не удалась, или она удалась, вообще это не знаете, ну, как бы вот, реально, непонятно, а если у вас есть один патент, если обеспечивается, вы такие, да ради бога, зашлю еще раз, опа, ответ окей, все, я знаю, что окей, я знаю, что у меня там не два раза применились, у меня теперь не два яблока, а одно, как и было, которое я засылал, ну, так вот, к примеру, вот, ассоциативность, ну, ассоциативность все понятна, квантативность тоже, да, порядок не влияет, вот, и вот этот пример, это просто такое схематичное изображение полурешетки, когда у вас есть три ноды, каждая из них имеет состояние 0, 1, 4, и вы хотите вычислить максимум, максимальное значение какой-то переменной в кластере, вот, ваши ноды, они обмениваются сообщениями, поскольку, ну, здесь достаточно простая схема, да, с максимум, вы всегда понимаете, вы можете, вот эти значения досылать сколько угодно раз, тут 0, либо 1, либо 4, и когда все ноды обменялись сообщениями, не успешно, они все придут в состояние того, что максимальное значение 4, да, потому что можно вычислить, ну, то есть по определению, когда вы вычисляете максимум, это очень просто, да, вы сравните это значение, получаете максимум, то есть у вас есть такой монотонный рост, то есть оно не может уменьшиться, и вот для вас эти мержи, они всегда очень простые, вот так схематично. Поскольку это структура данных, они бывают следующего вида, флаги, регистры, каунтеры, сеты, листы мапы, и вообще есть более сложные. Мы не будем все рассматривать, рассматриваем только часть из них, более того, есть CRDT, даже JSON, то есть вот JSON, это реальный документ, в котором разные там поля меняются, и даже его можно смержить в автоматическом режиме, в случае, если есть конфликт, можно привести его в какое-то вот ассистентное состояние. типы CRDT, типы CRDT это state-based, operation-based и delta. Но delta комбинация, мы не будем рассматриваться, она посложнее, но в общем, она сочетает те и другие. Рассмотрим state-based. Что такое state-based? При изменении состояния объекта передается все состояние. Ну, то есть, вот у вас есть по ключу какое-то значение, оно может быть сколько угодно сложное, даже несмотря на то, что у вас менялось что-нибудь там, если представить таблицу, да, колоночную, релизионную структуру, вы изменили одно значение в одной ячейке, но это неважно, вы все равно отсылаете целиком, полностью все состояние по этому ключу. Вот, минусы, понятно, это большой размер, но, ну, все зависит от, от данных, да, иногда это можно слать, иногда нельзя, вот, но огромный плюс устойчивость к изменению, устойчивость к потерям, то есть ваша сеть, она может быть, в принципе, любого качества, вообще, сеть всегда ненадежна, можно из этого исходить, вот, поэтому это суперважное свойство, которое, наверное, является обязательно. Если мы рассмотрим три, опять же, процесса, да, либо три реплики, как угодно можно назвать, состоянием S1, S2, S3, вот, то как будет выглядеть StateBase CRDT? Приходит какое-то изменение, оно изменяет состояние S1, применяется, какое-то значение A записывается, допустим, происходит апдейт на первом процессе, вот, и этот апдейт сохраняется и отправляется процессу S2. На процессе S2 конкурентно происходила запись, допустим, значения B, да, какого-то, вот, и состояние процесса S2 тоже меняется, вот, когда приходят изменения от S1 к S2, то выполняется функция merge, окей, дальше эти значения рассылаются, и все реплики приходят в одно и то же состояние, окей, все здорово, да, как только они получили все данные, все изменения, они приходят в одно состояние. Следующее, это OperationBase CRDT, в данном случае, в отличие от StateBase, у вас уже выполняется, обмен идет на уровне операции, например, вы хотите изменить только одно значение, вы только его и отправляете, саму операцию, можно сказать, измени данный счетчик, вот, плюс это маленький размер, ну, понятное дело, у вас может быть там миллион, массив на миллион записей, вы меняете только один элемент, да, вам нужно отправить только этот элемент, а не все данные, как StateBase CRDT, вот, но в этом случае у вас есть высокие требования к сети, что зачастую прямо очень сложно реализовать, потому что, если вы присылаете операцию измени это значение, а потом происходит фейл, вы не знаете, что случилось, вроде фейл, надо бы еще дослать, и в этом случае у вас теряется демпатентность, вот, что будет там, два раза инкрементируется, или что, вот, и выглядит следующим образом, есть две функции, то есть для каждой операции формироваться prepare update и эффект update, prepare update, это фактически та операция, изменения, которые вы производите, ну, вот, например, какое-то значение A, да, вы делаете функцию, выполняете функцию prepare update, у вас получается H3, дальше вы передаете репликам, ну, для начала выполните на своей ноде, а потом этот H3 отправляется на другие ноды, и там уже применяется, ну, то же самое для, здесь на S3 ноде выполнялась операция B, точно так же выполняется prepare update и эффект update, и они все рассылаются, да, и все приходят таким образом в институтное состояние, есть delta CRD, не будем рассматривать, это комбинация, то есть это плюсы одного и плюсы другого, ну, с определенными ограничениями, вот, движемся дальше, сейчас будем рассматривать только state-based CRD, просто для простоты, вот, например, какие могут быть CRD? Например, каунтеры, самый простой вариант каунтера это grow-only counter, это каунтер, который может только расти, да, только инкрементироваться, в этом случае заводится для каждой ноды массив, опять же, очень похожий на version vector, да, и каждая нода при получении события инкремент будет инкрементировать только свою компоненту, допустим, у вас есть три ноды, у вас заводятся три компонента, приходит событие инкремента на одну ноду, вы инкрементируете, это первое, первое значение, на второе, на третье, третье, вот в данном примере так и есть, то есть первая и вторая инкрементируют, дальше они обмениваются между собой и происходит операция мержа, мерж обычный, берется максимум, да, если вы видите, что у вас значение больше, вы понимаете, что это значение просто устарело и вы уже его учли, таким образом, обменявшись всеми сообщениями, вы получаете, вот, что на трех нодах по одному разу совершилась операция инкремент, и ваш каунтер будет выглядеть вот три единички, а как получить общее значение, ну, очень просто, просуммировать, да, все, вы получаете сумму, таким образом, у вас разрешается конфликт, да, вы ничего не делаете, вы получаете корректное значение, вот, но просто grow only counter не очень интересно, как сделать positive, negative, counter, который может уменьшаться, для этого просто заводится второй counter, g counter, но семантика его интерпретации это декремент, когда вы получаете, пытаетесь понять общее значение, вы просмотрите, ага, у меня есть три grow only counter и два negative counter, окей, значит, состояние три, все понятно, да, пять раз инкрементировали, два раза декрементировали, вот, и дальше считаете сумму, вы получаете значение. у нас, если вы отвечали, а что будет, когда, повторите еще раз, если очень большой массив, понятно, что по примеру три, а если очень много, то... Вот, да, здесь вообще, вообще, с counter, на практике много проблем, вот, в распределенной системе, тут сейчас выглядит все так, но на самом деле, с counter, то есть, в распределенной системе мапа это просто, set это просто, а вот counter это сложно, а на локальной машине все наоборот, да, у вас есть counter, допустим, если говорить о Java, atomic integer, ну, или любой, вы можете сделать конкурентно и его менять, то есть, за счет операции CAS, да, compare mswap, вот, вы можете, это процессорная операция, она просто сравнивает значение предыдущей, накручивает, ну, возможно, в лабах вы с этим сталкивались, вот, то есть, это все элементарно, вот, сделать распределенный, сделать многопоточный счетчик в локальной машине очень просто, вот, с мапой, ну, понятно тоже, что попроще, но это гораздо сложнее, но вот распределенностями все абсолютно наоборот, то есть, вот счетчик, это реально сложно, а мапа, это легко, если, если у вас в качестве, здесь использовать в качестве того, кто накручивает значение, опять же, юзера, да, то у вас он будет разрастаться, то есть вы будете тащить, то есть это не очень выгодно, вот, если вы будете использовать, как вот здесь, в качестве компонента или актора, ну, так же для, как вершин вектор, вы используете ноду, то он у вас будет достаточно короткий, ну, как вот здесь, пример, это три, да, по каждому, на каждую ноду, на каждую ноду, на каждый процесс, на котором происходит, может выполняться операция, вот, ну, и да, для консистентности вы жертвуете, вы увеличиваете рассмотр данных и вынуждены передавать вот все эти данные, вот, то есть, ну, ничего не будет, если очень много юзеров, то будет, конечно, не очень круто, да, ну, вот, какая проблема с каунтером? С каунтером проблема следующая, что, что будет, если операция, операция инкремента вообще не идентипатентна, вот, вы не получили, клиент делает на какой-то ноде изменения, да, накручивает каунтер, но при этом, операция, опять же, фейл, но она прошла, но ответ зафейлился, да, клиент не знает, что делать, что ему делать в этом случае, можно еще раз сделать, но тогда получится, что клиент хотел накрутить каунтер один раз, а по факту он накрутит два раза, то есть, это не патент, в этом сложность каунтер вообще для распределенной системы, вот, и в данном случае это будет не очень хорошо работать, но тем не менее это CRDT, потому что конфликты он может разрешать, но с одноплотенностью инкремента он никак не может бороться, вот, если мы рассматриваем лайки, например, или классы в социальных сетях, то для этого, возможно, более удобно использовать сет, потому что вы хотите знать, кто залайкал, и сколько этих лайков, да, или классов, не важно чего, вот, но не каунтер, с каунтером, если вы хотите использовать, он, да, он будет очень компактный, потому что понятно, что вам каждого юзера нужно сохранить в сайте, мы рассмотрим, как сет строится, но зато вы будете иметь точно значение, с каунтерами, если вам достаточно приблизительного значения, то вам не важно, что вас пост заклассили 2 миллиарда раз, плюс 1, или плюс 3, в целом-то все равно, ну, то вы можете этим пожертвовать, вот, поэтому на самом деле, зачастую, большинство сетчиков в социальных сетях, они примерные, вот так вот, регистры, ну, это очень, ну, там вам просто уже не важно, вы уже оперируете сотни тысяч десятками или чем-то, вот, вот, если у вас каунтер разъехался там на какой-то процент, глобально это не решает ничего, но зато это позволяет вам экономить, строить быстро доступную систему, и это такой трейд-офф, да, вы готовы пожертвовать этим ради того, что, что у вас там, не знаю, одноклассники будут работать, да, в какой-то момент, вместо того, чтобы иметь абсолютно точный каунтер, вам все равно на каунтер, ну, окей, ладно, регистр, регистр, следующий образом бывает, это last, write, wins, это обычная ячейка памяти с двумя состояниями, read и write, просто к каждой операции добавляется time-stame, так же, как для стратегии last, write, wins, вот, что здесь происходит, то же самое, у вас есть данные, и у вас есть какой-то time-stamp, дальше происходит операция write 1 на первом процессе, да, или на первой ноде write 2 на втором, write 3 на третьем, ну, и, соответственно, в конечном итоге, у кого больше time-stamp, тот и выиграет, видно, что операция вот 1, значение у нее, time-stamp T3, неважно какой, мы просто считаем, что он старше, да, чем T2, чем T1, ну, соответственно, на все ноды, после того, как они менялись с данными, они понимают, что там стоит больше, все, значит, я знаю, то есть актуальное состояние, это не самый лучший CRDT, но тем не менее, он есть, окей, дальше, что если вас не устраивает last write-ins стратегия, и вы хотите иметь более точный регистр, вот, например, multi-value, в этом случае нам поможет уже наш знакомый version vector, вы просто к каждой записи добавляете version vector, да, и обмениваетесь этими записями, если вы видите, что ваш version vector учел предыдущий, то вы просто перетираете запись, в данном случае очень простой пример, здесь сразу виден конфликт, да, произошла запись значения A и запись значения B, да, и вот в случае, когда приходит репликация, там, ну, здесь не указан первый, не первый, ну, в общем, тот процесс, который выше, первый, от первого мы видим, что у нас конфликт, но мы не теряем эти изменения, поскольку мы видим, что верхние вектора, они не выстраиваются happen-before соотношением, они просто сохраняются, в данном случае немножко некорректная картинка, потому что должен быть вектор 1.1.0, да, ну, я здесь два значения сохранил, и две версии A и B, вот, и так они идут до момента, пока либо клиент, либо какой-то ваш код программный не зарезовывает этот конфликт, после того, он зарезовывает, все то же самое, как с version vector, вы получаете в новую version vector, который happen-before относительно других, и значение C, вы там вот решили, что ваша корзина покупок, да, там вот вы увидели, что там наушники почему-то есть, айфон есть, я не знаю, вот айфон, ну, вы смотрите, нет, айфон я заказал раньше, только наушники, пусть будет телевизор, все, сохранили телевизор, это такой вообще пример не связанный, ну, просто какой вариант, то есть вы сами разрешили конфликт, либо ваш код программный, если это не доходит с почка до клиента, он разрешает конфликт, но вы сохраняете, но ваши данные, они автоматически реплицируются, и все сохраняются, вот, без вашего участия. Следующее, grow-only set, как я говорил, с сетом все гораздо лучше, чем с каунтерами, чем вот с регистром, который по стратегии last right wins, почему? grow-only, это значит только, может расти, только операция add. Здесь все просто, сет, когда вы мерзете сеты, все элементарно, да, если есть значения на одной, на другой ноде, и в результирующем они совпадают, это как обычная сет структура локальная, то у вас будет только уникальные значения, да, если вы видите, также вы можете вместо каунтера построить сет, да, увидеть все тех людей, кто классил там, какую-то сущность, да, вы их просто сохраняете, если у вас даже приходит операция, получили фейл-операцию, вы делаете идемпотентный еще один раз, у вас просто в сет добавляется значение, оно видит, что оно уже есть, ну окей, значит, это просто повтор, и счетчик сохраняется правильно, да, и вы видите всех пользователей, которые заклассили, да, вы можете всех перечитать, вы можете сосчитать сумму, ну вот, grow-only не очень интересно, поэтому хочется еще, например, уметь удалять, здесь уже сложнее, что делается, такой же принцип, как с каунтером, мы берем и заводим второй сет, то есть у нас есть один сет для добавления, и один сет для удаления, но тут вопрос, что делать, если у нас одна и та же сущность, например, а в данном случае, вот мы добавляли а, другой процесс добавил б, ну тут все они обменялись, у нас состояние конечное, если посмотреть конечный срез, а, b, все здорово, что если мы хотим удалить значение, а, да, и пришла операция удаления, у нас в одном сете есть операция, а, b, а в другом операция, а, вот, тут есть две стратегии, это либо приоритет добавления, либо приоритет удаления, как будет выглядеть конечный вид, вы смотрите, что у вас в grow-only сете есть, а, b, а в remove-сете есть а, и на основе этого делайте вывод, что, видимо, а был удален, и правильное значение только b, да, то есть они постоянно растут, вот, но есть минус, невозможно сделать повторное добавление, допустим, вы добавили какое-то значение, заклассили, потом вы удалили ваш класс, а потом вы еще раз хотите заклассить, а это не сохранится, потому что вычисляя конечное состояние, вы увидите, что значение было удалено, оказывается, а это сет, оно там два раза не сохранится, соответственно, вот нельзя делать повторное добавление, возможно, для какой-то вашей предметной области, да, из вашего контекста это будет приемлемо, но не всегда, вот, что делать, если все-таки хочется удалять, следующее, следующее, Observed Remove Set, то же самое, что Grow Only Set, вернее, аналогично Too Fast Set, который и может добавлять и удалять, вот, но в данном случае каждому элементу присваивается еще какой-то тег, какой-то уникальный маркер, причем это не глобальный уникальный маркер, даже можно в теории иметь какой-то глобальный счетчик, да, ну, я говорил, что это сложно, но в целом можно там, но можно иметь какой-то маркер только для конкретного ключа, да, вот, для конкретного элемента А, для элемента Б он уже другой, вам просто нужно уметь отличать, что А, которое записал клиент 1, это не то же самое А, которое записал клиент 2, то есть это разные сущности, и тогда, имея вот этот тег, вы сможете выполнять операцию Remove, у вас также есть два сета для добавления, для удаления, тут так происходит опять обмен операциями, то есть А1 вот добавляется первым клиентом, А2 вторым, они обмениваются операциями, а один удаляется, вот вы приходите в конечное состояние, видите, что на всех клиентах конечное состояние одинаковое, то есть в это сете у вас А1, А2, а в Remove в сете А1, но поскольку у вас есть тег, единичка, то вы понимаете, что А1 и А2 это разные вещи, и применить удаление нужно только К1, и конечное ваше состояние, это будет сохранение вот этого значения А, то есть это позволяет вам, если вы в один момент времени добавили А, ну значение какое-то, неважно, и сделали ему уникальный тег, потом вы его удалили с этим уникальным тегом, потом вы еще раз можете добавить, то есть это вам позволяет удалять и делать дополнительное добавление, вот, и таким образом реплицировать, тоже существует. Ну, в общем-то, CRDT на самом деле гораздо больше, они просто посложнее идут, вот, из плюсов, ну, это автоматическая репликация резолв конфликта, это очень большой плюс, но есть ограничения, например, вот лист, поскольку у него есть порядок, с ним сложно работать, да, для этого используют, то, что мы рассмотрели раньше, и это казалось не связано никак с хранилищами, но как раз используют operational transformation, вот он как раз-таки нужен для определения с листом, например, позиции, в каких позициях были значения, вот, с мапой, мапа более сложная структура, но в целом, по сути дела, это комбинация сета в качестве ключа, да, когда, ну, по сути, ключ в мапе тоже уникален, да, это можно представить как сет, и значение вы уже дальше представляете, в зависимости от ваших, нужд, да, это может быть multivarieregister, либо там что-то еще другое, вот, есть доклады по поводу того, как даже JSON можно, с RDT для JSON, но, это тоже от Мартина Клепмана, вот, ну, там все, конечно, гораздо сложнее, да, там тоже используется operation transformation, и, в принципе, можно даже делать с RDT для JSON, но это еще пока такая область исследования. Почему они нужны? в основном это имеет смысл для георепликации. Почему? Потому что запрос с разных континентов идут очень долго, да, и, и, в принципе, применять подход, например, как апдейт в случае Ульдморта, да, то, что мы рассматриваем, сделать, прочитать одно значение, в случае георепликации это очень долго, вот, и хотелось бы просто сохранить как React подход, да, сделать путь, он там долетел, но потом все магическим образом стало консистентно, вот, поэтому для георепликации они имеют такое, наверное, наиболее интересное применение, на мой взгляд. Пока что не так много реальных реализаций, вот, React, React вообще такая база данных, в которой, в принципе, все, что новое появляется, они пытаются там это применить. Antidot, DB, ACA, Distributed Data, но это уже не хранилище, вот, и, ну, в принципе, может быть, еще у кого-то это есть, это достаточно такая новая вещь, ну, по статье даже 2012 года это видно. Вот. Это все, все, что хотел сказать. Здесь есть набор ссылок, плюс набор ссылок в слайдах, которые, в которые можно походить, там есть и как презентации, и как доклады, связанные, ну, со всем, что было озвучено, вот. Ну, если интересно, можете поглубже поизучать. На этом у меня с этой темой все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...